Друзья, всем маткульт привет! Никифор у нас в гостях снова! Никифор расскажет про... Дискретное преобразование в Фурье и про их приложение в алгоритмах, в математике и так далее. Офигеть! Тема очень хорошая, очень полезная и очень фундаментальная, как по мне, поэтому я думаю, что это достойно того, чтобы рассказать. Поэтому сейчас мы потратим на это плюс-минус полтора часа, может больше, может меньше. Надеюсь, что все будет понятно. Вот, единственное, что было бы неплохо ознакомиться с кем... Ну, то есть, ориентироваться в каких-то началах алгебры, но это не совсем обязательно. То есть, если вы можете загуглить определение кольца и в Википедии понять, то, в принципе, все нормально. А так желателен опыт работы с кольцами, идеалами и т.д. Вот так. Давайте начнем с мотивации, зачем мы вообще всем этим занимаемся. Вот, значит, есть такая фундаментальная задача о том, что если у нас есть два числа, то нам нужно посчитать их произведением. Это два огромных целых числа, да? То есть, они по n цифр на n цифр, да, вот тут. Если мы будем перемножать их столбиком, да, то, ну, у нас, соответственно, здесь будет первый, то есть, мы домножили число на первую цифру, на вторую и так далее. Нам потребуется, даже можно так написать, омега большое, вот, n квадрат операции, то есть... Они оба примерно n, да, размеры? Да, ну, можно даже n на m написать, ну, мы напишем n квадрат. Угу. Что является медным, то есть, например, два числа размера 10 в пятый, таким способом перемножить уже сложно. И вообще, долгое время ставил вопрос о том, как это делать, несмотря на то, что даже дискретное преобразование Фурие тогда уже придумали. Но люди просто не применяли его к этой сдаче, потому что изначально для других целей служило. Так. Ну и вообще, на самом деле, как можно заметить, эта задача почти эквивалентна перемножению двух многочленов по ЭКУ. Потому что, действительно, если мы, например, запишем число 1337 как многочлен, соответственно, 1 плюс 3х плюс 3х квадрат плюс 7х в кубе. Ну и другое число, например, 57 запишем как многочлен, ну, там, 5 плюс 7х. Их перемножим, то у нас получится то же самое, что по их умножении, только нам еще останется сделать переносы, да. Ну, то есть, если мы их перемножим, здесь что-то еще останется, то есть, ну, например, у нас будет здесь... Старайся чуть-чуть правее быть, чтобы быть в кадре, вот так вот. Да-да, хорошо. То есть, ты хочешь сказать, что любое число является результатом подстановки в некоторый многочлен XA, которая система счисления, например, десятки. Да-да-да, и если мы их перемножим как многочлены, то все, что нам останется сделать, это сделать переносы. Ну, а сделать переносы, это задача, которая решается, ну, это просто пройтись как бы слева направо или справа налево, зависит от того, как вы пишете. Если вот это лево, это право, то слева направо. И перенести, то есть, это делается за линейное время, поэтому можно сказать, что нам достаточно научиться перемножать два многочлена по и Q, для того, чтобы научиться перемножать числа. И в каком там... А потом еще выбрать какую-то правильную систему счисления, да, в которой быстрее всего... Нет, но если у нас исходные числа были в десятичной, мы записываем их вот так, перемножаем, делаем переносы. А, то есть, мы на самом деле не будем менять систему счисления сейчас? Ну, не будем, да. Это же непонятно, как делается. Вот. Значит, в каком там 1969-м или в начале 70-х был семинар Калмогорла, где как бы люди изучали эту проблему, как перемножить два многочлена быстрее, чем за квадрат. Только у тебя наоборот стоит там в конце... Ну, мы их умножаем как многочлена, то есть тут... Нет, в смысле, что 7 на 10 в кубе. 7 на 10? На самом деле, 1 на 10 в кубе. А, да, ну ладно. Не расследил тоже, да. Это, конечно... Сейчас, стоп, в смысле. Ну, семерка в конце, это же единицы. А, ну, давайте перепишем их вот. Перепишем число просто, да. Лень переписывать. Да, тут вот этот момент, что многочлены в ту сторону идут, а эти в эту, да. Вот, поэтому да. Ну, вот если мы такие числа перемножаем, то нам нужно перемножить вот такие многочлены. Да. Окей. В 1970-м, ну, примерно, году был семинар Калмогорла, посвященный этой теме, где, как бы, люди пытались понять, можно ли перемножить многочлены быстрее, чем за квадрат. И очень известный математик Карацуба предложил один алгоритм. Ну, мы его вкратце разберем, это займет, ну, я надеюсь, что минут 10. Так. Но к основной части он не будет иметь никакого отношения. Вот. Значит, он основывается на следующей технике, что... То есть, Карацуба сделал за меньше, чем n квадрат, да? Да, но это не за n в степени 1 плюс эпсилон. То есть, там какая-то степень от единицы до двойки будет. А с помощью дискетового произведения в фурье мы научимся за n луган это делать. То есть, сильно быстрее. Вот. Соответственно, что было предложено сделать? У нас... Ну, можно предположить, что они все степени двойки минус 1. Вот. Ну, то есть, размер двойки, то есть, там двойки коэффициентов. И записать первый из них в виде а плюс б на x вентой. А второй как c плюс d на x вентой. И перемножьте, посмотрите, что будет. Ну, здесь, соответственно, будет ac плюс ad плюс bc на x вентой плюс bd на x2 вентой. Так, погоди-ка. То есть, это многочлены сами ac? Это многочлены, да-да-да. Но степени уже меньше n. Степени уже меньше n. То есть, мы свели сдачу от 2n к n. Но, с другой стороны, у нас здесь 4 перемножения. Ну, так вот, Карацуба нам говорит, что можно обойтись тремя перемножениями. Давайте сейчас поймем, как. По-моему, нужно, соответственно, взять, перемножить а плюс b на c плюс d. Получится а, b, ac, b, d. ac, b, d. Сейчас. И b, d. И, так, ac, b, c, ad, b, d. Ну, в общем, суть в том, что можно обойтись тремя перемножениями. А, d плюс b, c у нас здесь возникло. А, d плюс b, c есть, да. И возникло. А, ну, да. И ac плюс b, d остальные. И ac плюс b, то есть, это как бы мы взяли сумму этих коэффициентов, да, по сути. Потому что здесь есть ac, здесь есть ad, здесь есть b, c, здесь есть ad. А сумма бесплатно берется как бы, да? Нет, нет, мы взяли вот эта штука. Давайте сделаем такие три умножения. Это будет первое умножение. С помощью него мы получим ac плюс ad плюс b, c плюс b, d. А вторыми умножениями мы перемножим ac и b, d. Да. Тогда мы получим все три коэффициента за три умножения, а не за четыре. Да, а сложения не считаются, да? Сложения... Ну, сложения не за линейное время делаются. То есть, по компонентам нужно сложить просто. Да, все понял. То есть, нам нужно сделать три умножения, что, в принципе, лучше, чем четыре. Да. Давайте теперь поймем, почему это лучше, чем n квадрат все-таки. Вот. Значит, что у нас изначально было? Ну, давайте будем считать, что размер многочленов степень двойки. В крайнем случае, именно размер, а не степень. Я буду говорить, что размер это степень плюс один. Потому что так удобнее. Размер степень двойки в противном случае допишем нулями справа. Ну, да. Обеих многочленов. Давайте не будем это стирать. И вот здесь напишем. То есть, у нас была задача n, да? И мы разделим на три задачи размер n пополам, по сути. Вот. Ну, и так далее у нас вот такое дерево будет. Да, да, да. Дальше можно продолжать. Вот. Значит, то есть, каждый раз. Давайте. И на каждом уровне оно делается за сумму чисел на этом уровне. То есть, здесь оно будет делаться за O большое от n. Значит, здесь оно. Ну, то есть, давайте даже строго напишем. Не больше, чем какая-то константа умножить на n. Здесь не больше, чем какая-то константа умножить на 3 n пополам. И так далее. Вот. Если так делать дальше, то у нас, как бы, каждый уровень, ну, тут будет n на 4, n на 4. То есть, 9 n четвертых здесь будет. На следующем. И так далее. Да. Значит, глубина рекурса у нас составляет, ну, логарифм n двоичный. Да. И на каждом, и, то есть, нам нужно просуммировать геометрическую, чтобы получить суммарное время работы, ну, оценить его сверху, нам нужно просуммировать геометрическую прогрессию по i от 0 до, ну, видимо, видимо, логарифма вверх, это не суть важно, 3 вторых в степени i на n. Отходи в сторонку, чтобы увидели, ага. На n. Да. И на c еще, c вносится. Ну, да. Вот. Давайте это просуммируем. Мы получим, соответственно, здесь, ну, c выносится. Ну, да. n выносится. n выносится. Что там будет? Мы получаем здесь 3 вторых в степени, ну, давайте здесь скажем. Ну, лог 2n, короче. Логарифм двоичный n минус 1 делить на 3 вторых. Угу. Вот. Ну, в общем, можем, как бы, сказать, что это меньше равно, чем какая-то другая константа c2, но мы все это в одну константу занесем, как бы, на n. Да. На 3 вторых в степени лог 2n. Ну, да-да-да. Ну, а это можно показать, что это o большое от n в степени логарифм 2 по основанию 3, если. Что-то такое, да, понятно. Поделать нетрудный. Ну, потому что 2 лог 2n, это просто n, они сократятся. Да. А 3 в степени логарифм по основанию 2n, это то же самое, что n в степени логарифм по основанию 2, 3. Это просто формула замены основания, на самом деле. Ну, и если посчитать, это будет, там, что-то примерно o от n в степени 1,56. Да-да-да-да-да-да, понятно, все. Вот. То есть, так мы получили алгоритм быстрей, чем за квадрат. Это Карацуба, да, замензил? Да, то есть, раньше люди, ну, это великая теоретика числых вообще, он через чисел занимался в основном. Вот, но, вот, как бы, он придумал как это делать, хотя люди думали, что нельзя. Но, оказывается, можно. Но, тем не менее, как мы видим, здесь есть n в степени 1,56. То есть, это какая-то степень, а мы хотим еще чуть-чуть быстрее. Ну, и можно заметить, что также с помощью этого алгоритма как-то сложно делить многочлены, например, друг на друга с остатком. Какую-то интерполяцию делать или подстановку значений в точке. Ну, делить, в основном, непонятно как, на самом деле. Поэтому... Делить, в смысле, со статком? Ну, вообще, делить, понятно, ну, то есть, деление выражающее из умножения, но, как бы, у нас здесь будет большой множитель. Ты имеешь в виду делить как, с остатком? С остатком, да. У нас просто здесь будет большой множитель, и это будет долго, в принципе. Можно еще быстрее. Вот. Так, и для этого нужно как раз дискретно, да? Для этого, вот, но единственный плюс этого алгоритма, что тут, в принципе, он работает в любом кольце, соответственно. Потому что, как бы, ну, здесь мы просто переставляли скобочки, по сути. Пользуясь... Ну, в коммутативном кольце, конечно, да. В некоммутативном непонятно, что происходит вообще. Поэтому здесь и дали все кольца коммутативные с единицей. Вот. Поэтому мы хотим придумать что-то быстрее. Вот. Ты сильнее нажимай тогда, ну все. Все сотрется отлично. Ладно, это пока что оставим. Для этого нам понадобится такая концепция, как первообразный корень. Вот. В кольце. Ну, давайте здесь и дали все многощвены будут размеры степени двойки для удобства. И тогда что у нас называется первообразным корнем? Можно даже сказать, как определение. Вот. Омега у нас будет называться первообразным корнем степени 2 вкатой. Если омега в степени 2 вкатой равно 1, что логично. Ну, первое омега в степени 2 вкатой равно 1. Второе, видимо, все омега в этой различны. Хотя, по-моему, второй из третьего следует. И третье, что если мы возьмем любую геометрическую подпрогрессию. То есть, если мы возьмем омега в этой плюс омега в 2 этой плюс так далее плюс омега в к этой, где омега в к этой уже будет, где следующее уже будет равно 1. Да, то есть, ну и омега в нулевой, конечно же. Такое, что омега в степени к плюс 1 на и равно 1. Ну, то есть, к плюс 1 на и сравнимо с нулем модулью 2 вкатой. То любая такая геометрическая прогрессия равна нулю. Ага. Это называется первообразным корнем. И интуиция у нас пошла из именно комплексных корней. Сейчас, а это кто? Это элемент кольца. А, это просто какое-то кольцо. Кольцо такое будем называть R красивым. Да, но оно явно конечное. Не совсем конечное. Не то, что мы конечное. Ну, просто, по крайней мере, многочленов бессмысленно ставить вопрос, потому что степень будет расти и расти. На самом деле, есть смысл, мы сейчас это поймем побыстрее. И, значит, что мы будем делать? Я утверждаю следующее, что... Ну, такое утверждение достаточно общее, что омега первообразный корень в степени P в катой, первообразной степени P в катой. Тогда и только тогда, когда омега в степени P в степени K-1 первообразной степени P. Так, сейчас. Вот это я уже не очень понимаю. Что в случае P равно 2... У нас же 2. Что в случае P равно 2, ну, который мы будем рассматривать, мы P равно 3 вкратце посмотрим. В случае P равно 2, это превратится в то, что омега в степени 2 в катой минус 1 равно минус 1. То есть для того, чтобы было выполнено условие, нужно, чтобы было выполнено... Ну, понятно, что омега в P в катой должно быть 1 еще для этого. То есть, на самом деле, достаточно не вот эти 3 условия, которые выглядят очень сильными, а всего лишь 2. Что в степени P в катой дает 1, и что в степени P вк минус 1 первообразной степени P. Что в случае P равно 2 превращается вот в такую штуку. Очень красиво. Равно минус 1. Да. Ну, как мы будем это доказывать, да? Ну, это очень простое утверждение, на самом деле. Вот. Давайте посмотрим на какую-то геометрическую... Давайте третье свойство проверим. Смотрим на геометрическую прогрессию. Делители нуля нет, да, у нас? Делители нуля... Есть делители нуля, конечно же. Могут быть, да? Могут быть. Здесь... Ну, здесь это не принципиально. Здесь нам нужно, чтобы... Вот у нас омега... Ну, пусть мы берем такую геометрическую прогрессию, да? Ну, у нас... Можно сказать, что когда мы работаем с степенями, мы работаем в группе Z по повкатой Z по сложению. Да? Вот. И у элемента K, который элемент геометрической прогрессии, есть какой-то... Ой, тут K, тут K. Да-да-да, K не надо. У элемента I есть какой-то порядок. То есть мы I домножаем на какое-то число. В общем, ладно, это можно даже без групп понять. Но вот мы I домножаем на какое-то число N, и N сравнимо с нулем по модулю повкатой. Ну и понятно, что N делит повкатой. Вот. Ну, а если N делит P вкатой, ну, либо N равно единице, тогда это неинтересный случай. Вот. Либо N делится на P. То есть омега в степени IN сравнима с единицей, да? Вот. И при этом это порядок. То есть омега в степени IN делить на P не сравнима с единицей. Несомнимо, не равно. Пиши, во-первых, чуть больше размером, да? Напиши большими вообще. И N делит на P совсем не видно. Ладно, давайте заново. Вот мы рассмотрим призволную геометрическую прогрессию, да? Вот. Смотрим на нее. И пытаемся понять, что она равна нулю. То есть мы берем наш омега, который такой, что в степени П вкатой он один, а в степени П вкатой минус один не один. Да. Вот мы рассмотрим на эту прогрессию, которую... И записываем любую прогрессию с ним в какой-то степени. Да. Вот. Значит, у нас IN... И доволим ее до момента, когда... Омега в степени IN равно единица. Но омега в степени IN делить на P не равна единица. Вот. Ну а что это значит? Это значит, что у нас на самом деле все слагаемые можно разбить на такие группы. То есть разбить на P групп... Нужно побольше размером, да? Потому что плохо видно. Можно разбить на P групп... Ну тут... А, нет, их P количество. То есть их всего будет P штук. Вот. И, соответственно, вот здесь, вот, если мы посмотрим на них, то они будут отличаться над умножением омега в степени P в K-1. Потому что, вот, если мы запишем, как И... Ну, в общем, у нас... Как это сказать? Если мы обозначим за K IN делить на P... K у нас уже было. K у нас уже было хорошо. Тогда за L IN делить на P... То тогда омега в L будет первообразным корнем степени P. Потому что вот это условие выполнено. Так, а мы исчезаем сейчас из того, что первообразный корень это тот, который вот в этой степени один, а в предыдущей не один. Ну, не в предыдущей, понятно, деленный на P, да? Да, ну, у нас, как бы, да, у нас здесь... И все. Из этого выводим все остальное. Да, ну, у нас просто не разбиваются на P-групп таких. И в каждой группе мы можем взять, например, соответствующие слагаемые и просуммировать. Вот так. Это с этим с этим. То есть разбивать их по номеру в соответствующей группе. Но... Тогда у нас за скобку вынесется омега в L на омега в 2 L. То есть вот у нас была какая-то слагаемая X, да? У нас вынесется X на омега в L плюс омега в 2 L плюс омега в степени P L, да? Так. А это окажется нулем, потому что у нас, соответственно, L первообразный корень степени P. А, то есть это по индукции мы спускаем вниз, да, все? Ну, можно сказать и так. Но вообще, если вы не понял, утверждение для P это не очень важно. Если P равно 2, мы будем в основном этот случай разбирать. У нас просто как бы все разбивается на две группы, да? На две группы, да. И в каждой группе они будут с противоположным знаком. Вот, то есть... Из-за минус единицы. Из-за минус единицы, да. Так. Ну и понятно, что все омега в ИТ различны, потому что у нас, соответственно, если омега в ИТ равно омега в житой, сравнимо с... Даже равно, Господи. Равно омега в житой, то тогда мы можем сказать, что единица равно омега в степени g-i. Ну, а здесь не нужны разделители нуля? Нет, мы можем домножить на омега в степени n-i слева. А-а-а, да-да-да-да-да. Делителей нуля нет среди этих, потому что это подгруппа... Надо домножать на омега в степени n-i слева, ну или справа, это не важно. Да-да-да-да-да. Вот, у нас получается такая штука. Вот. Пофигу, да. Тогда g-i делит степень двойки. Но если g-i делит степень двойки, да, g-i. Да. То есть g-i должна быть степенью двойки. Но омега в степени 2 в степени l, где l меньше k, не может быть единицы, потому что омега в степени 2 в степени k-1, это минус единица. Да, единица уже никогда не будет... То есть они все различны. Ну и для простого на самом деле все аналогично. Главное понять для двойки. То есть для двойки почему? Потому что если 1 равно омега в степени g-i, значит g-i степень двойки, ну точнее можно выбрать так, чтобы было степенью двойки, потому что если у нас омега в степени a равно единице, омега в степени b равно единице, то омега в степени их нода тоже единица. Вот. А это значит, что можно сказать, что омега в степени степени двойки единица. Но такого быть не может, потому что омега в степени 2 в степени k-1 единица. То есть не все будут различными. Ну и также аналогично, как для простого модуля показывается, что все прогрессии дают в сумме 0. На самом деле не будем пользоваться тем, что все прогрессии дают в сумме 0, ну разве что так, как-то. Но просто, чтобы понимание было. То есть, как бы, на самом деле нам достаточно, чтобы квадратный корень был минус единицы, условно. И тогда у нас сразу все будет очень хорошо. Вот. Хорошо, вот это поняли. То есть, сейчас мы были в любом кольце. В любом кольце, да. Мы выделили элемент который... Ну, в кольце я буду обозначать R красивое кольцо, в котором есть, соответственно, первообразный корень степени 2 в степени K. Вот. Естественно, да, если какое-то число в некоторой степени равно единице, то никаких делителей нуля среди его степеней не может быть уже. Да, потому что можно слева умножить, и все будет хорошо. Да. Значит, в чем же состоит основная идея? Состоянная идея состоит в том, что пусть у нас был многочлен P. Можешь, кстати, левую доску тоже задействовать, если хочешь. Стереть с нее уже все. Понятно. Вот. Ну, да, можно, кстати. Значит, пусть у нас был многочлен P, и мы из вещественных чисел знаем, что значениями в многочлене размера n, то есть степени n-1, значениями в n точках определяется однозначно. Да, сейчас большой перерыв, да, потом склеим. Нет, почему? Да нормально. Нет, нет, это комментарий, да, будет? А, хорошо. Потом склеим в этом месте, да. Да, в вещественных числах у нас есть такая интуиция, вот, поэтому мы хотим обобщить ее. Значит, любой многочлен. Давайте определим тогда дискоэтное произведение Fourier многочлена. Соответственно, это набор, если многочлен размера n, это набор его значений. Степени n, да? Размера n, то есть степень n-1. А, да-да-да. Это набор его значений в первообразных корнях из единицы. То есть вот так вот. Именно с такими индексами, потому что так удобнее работать. Сейчас, подожди, ну это нам комплексные числа, да, нужны? Потому что, естественно, в какие корни? Да, но мы будем, ну, мы работаем в кольце, в котором они есть. В частности, в качестве R-красивого можно взять и комплексные числа, да. Но нельзя действительные. Да, но мы покажем, как в любом кольце, ну, как бы расширить его так, чтобы все было хорошо. То есть, да. Но важно понимать, что в действительных это сделать нельзя. Ну, чисто в действительных это сделать нельзя, да. То есть в действительных нет первообразных корней. Вот. Но мы, в общем-то, если у нас есть, давайте так, если у нас есть кольцо с первообразными корнями, то тогда у нас есть такое определение корректное. Угу. Вот. А обратное преобразование, это, соответственно, будет, мы по этим точкам будем доставить многочлен. Ага. Здесь сразу нужно пояснить некоторый момент корректности, Потому что вот у нас есть произвольное кольцо, там могут быть делители нуля, и что-то может сломаться. На самом деле ничего сломаться не может. У нас есть теорема безум. Она работает в любом кольце. Да. Вот, но... Это я всегда учил в своих лекциях, что теорема безума, она самая общая. Мы хотим показать, что если два многочлена P и Q совпадают в первообразных корнях, в омега, в n, в нулевой и так далее, то это значит, что P сравнимо с Q по модулю x в n-1. Вот. Ну, даже можно сказать по модулю x минус омега на x и так далее. Вот. Для этого, ну, понятно, что если они совпадают, да, ну, давайте доказательства. Если они совпадают, да, то тогда их разность, она, у нее корни, это, соответственно, омега P-Q от омега в n-1 в i-1 равно нулю. Потому что они совпадают. Вот. Теперь нам остается применить теорему безуму, но вопрос, как это сделать. Потому что, ну, давайте рассмотрим, например, многочлен x квадрат минус 1. Все это корни из единицы в любом случае, членной степени, да? Давайте рассмотрим многочлен x квадрат минус единицы в z по 8z. Ну, то есть по модулю 8, да? Что тогда у нас здесь будет? У нас будет единица, тройка, пятерка и семерка его корнями. Да. Теорема безу от этого работать не перестанет. Не перестанет. Но не будет верно, что он будет произведением своих корней. Не будет. Вот. Поэтому нам нужно показать, нам нужно как-то поаккуратнее сказать, что многочлен будет произведением своих корней. Вот. Ну, это обычно в поле бывает и все? Да, но у нас произвольное кольцо. Вот. Но мы покажем, что даже в произвольном кольце для омега n в этой верно. Ну, потому что они не делители нуля. Нет. Этого не совсем достаточно. Или не совсем. Этого недостаточно. Нам нужно... А. Нам понадобится следующее утверждение. Разница между ними. Что разница между ними. Все, все. Потому что давайте... Вот у нас здесь этот многочлен, у него есть корень. Угу. Ну, омега в n в нулевой корень. Значит, он делится на x минус омега в n в нулевой. Да, да, да. Вот. Какое дальше должно быть рассуждение? Ну, оставшийся многочлен тогда зануляется в омега n первые. А может, и не зануляется. Потому что вдруг у нас... Мы подставили омега n в первой сюда. Да. Омега n в первой минус омега n в нулевой. Здесь осталось еще что-то. И вдруг это что-то стало нулем. Несмотря на то, что... Ну, пока, дай посмотреть на это. Несмотря на то, что каждый из его сомножителей не стал нулем. Да. Может быть, по модулю 8 2 умножить на 4 равно нулю. Как бы тут тоже надо аккуратнее сказать. Для этого нам понадобится следующее утверждение. Что омега n в житой минус омега n в этой не является делителем нуля. Да, да, да. То есть, если... Я сказал про делитель нуля, потом вспомнил, как я сам это все выводил и разбирался, что именно разности между ними не должны быть делителями нуля. Да, да. То есть, если омега n в житой на х равно нулю, следовательно, х равно нулю. Вот. Так. Ну, понятно, что сами омеги не являются делителями нуля, поэтому мы можем вынести здесь. Да. Вынести это мы и так можем, но... Понятно, что омега n в этой не является делителем нуля. Поэтому, если у нас вот эта штука равна нулю, из этого следует, что омега минус один на х равно нулю. Теперь нам остается показать, что из этого х равно нулю. Да. Почему? Ну, здесь давайте на эту доску перейдем. Вот это интересно, да. Здесь предположим противное. То есть, пусть это не так. Пусть у нас омега n в житой минус это минус один на х равно нулю. Ну, можно даже не предполагать противное, но пусть оно равно нулю. Да. Тогда, ну, обозначим g минус и за, допустим, л. Да. Тогда омега в эльтой минус один на х равно нулю. Ну, да. Тогда омега в эльтой равно х. Почему х где? Омега в эльтой на х равно х. Да, да. Вот. Ну, значит, омега в два в эльтой на х равно х. Ой, да. И так далее. Давайте. А, и все. Ну, не совсем. До единицы доведешь это все. Ну, давайте просуммируем это. То есть, здесь будет омега в степени m минус один на л. Нет, а нельзя довести до момента, когда омега в этой степени будет единица равна. Это же первообразный корень. Ну, и что? Ну, х равно х получится. Никого противоречия не будет. Ой. Да, да, да. Тут нам потребуется еще одно условие. Да, извини. Вот мы, давайте вот эти равенства все просуммируем. Ну, и давайте омега в нулевой на х равно х запишем. А, и все, слева ноль. Слева получится ноль. А справа м х. Заметим, что поскольку мы работаем с первообразными корнями степени 2 в степени k, то справа у нас получится 2 в степени какое-то y на х. Ну, почему? Потому что у нас m должно быть степенью двойки. Потому что если l... Что значит, что омега в какой-то степени равно единице? Это значит, что эта степень делится на 2 вкатой. Ну, порядок, порядок, да. Делит 2 вкатой. Делит 2 вкатой. Да. Это значит, что m делит 2 вкатой. Вот. Ну, значит, что 0 равно 2 в степени y на х. Так. Для какого-то целого y. Правильно. Поэтому нам потребуется условие, что 2 не является делителем нуля. Ха-ха-ха-ха. Так. Ну, эээ... То есть здесь нужно дописать, ну, понятно, что... Ага. То есть без этого все-таки так и доказать не вы, да? Важное условие, что в r красивое 2 не делитель нуля. Ух ты. Ха-ха-ха-ха. То есть еще раз, что мы поняли. Мы поняли, что вот у нас есть какое-то кольцо r красивое. Будь то вычеты по модулю 57, да? Или комплексные числа. В нем, если мы... Напоминаю, что Никифор учится в 57-й школе. Это так. Да. Ну, число 179 тоже подойдет. Как простое. Оно нечетное. Оно все простое. Оно простое не важно. Оно простое. То есть мы показали, что вот мы подставили комплект, ну, первообразные корни n-той степени. Да. И по ним многочлен однозначно восстанавливается. То есть, ну, на самом деле, x в n-т минус 1, это, конечно, хорошо. Ну, то есть, ну, что мы... Давайте завершим доказательство. То есть, мы показали, что омега... Что, короче, компарные разности не являются делителями нуля. Да. А это значит, что если мы будем итеративно применять теорему безу, да, то тогда мы получим, что p минус q... Является произведением. ...делится на x минус омега в n нулевое и так далее на x минус омега n в n-1. Да. Что, в свою очередь, на самом деле, равно x в n-т минус 1. По той же теореме безу, на самом деле. По той же теореме безу. Потому что, если в это многочлен подставить все омеги, то он занулится. То есть... Ну, и поскольку попарные разности не являются делителями нуля, то можно так сказать. Шикарно, шикардос. Вот. То есть, мы показали, что, по сути, по этим омегам многочлен восстанавливается однозначно. С точностью до... С точностью до модуля. Поэтому определение обратного преобразования, которое буду обозначать так, ну, inverse по-английски, оно корректно. Вот. Хорошо. Как нам это может помочь перемножить два многочлена между собой в кольце? Ну, пока что в кольце r красиво, а не в каком-то произвольном. Потому что, на самом деле, условия существования первообразных корней – это очень сильное условие. Потому что, если мы возьмем, например, число... Ну, давайте это сотрем. Потому что, если мы возьмем, например, вычеты по модулю... Сейчас. Вычеты по модулю 179, например, да? Да. Это число вида 4k плюс 3. Ну, p равно 4k плюс 3. Ну, к примеру. То есть, p минус 1 – это число вида 4k плюс 2. Поэтому первообразных корней вида степени двойки там быть вообще не может никаких. Никак, в принципе. Поэтому r красиво, на самом деле, это очень сильное условие, от которого мы потом будем избавляться некоторыми трюками. Ну, потому что даже в вычетах модулю 179 такого, как бы, элемента нет для достаточно больших степеней двойки. Вот. Как это нам поможет перемножать многочлены? Ну, заметим, что, поскольку мы показали корректность, мы можем... Пусть у нас есть два многочлена pq в кольце r... Сейчас, подожди, первообразные корни степени 2 в катой вообще только для чистых формат, да, существует? Ну, да. То есть, и то оно должно быть, видимо... Ну... И то, на самом деле, чтобы корень был нужной степени, то есть, ну, давайте это проговорим, да. Вот у нас есть многочлены размера 2 в катой. Для того, чтобы в кольце вычетов был, естественно, такой корень, нам нужно брать его по модулю 2 в степени 2 в степени катой плюс 1. Но если мы будем брать по такому модулю, то число, записываемое в таком модуле, имеет 2 в степени кат цифр. То есть, если... И эти первообразные корни, они много цифр просто имеют, поэтому мы не можем их рассматривать. Ну, то есть, это алгоритмически будет невыгодно. Сейчас, тогда все-таки как? Ну, пока что мы работаем только с хорошими кольцами, потом мы поясним, что делать. То есть, пока мы работаем с кольцами... В которых есть первообразные корни и два неделителя нуля. Пример такого — это комплексные числа. А, есть первообразные корни, в смысле, степени двойка, да? Ну, 2 в каты для достаточно больших кат. А, ну, то есть, если мы хотим перемножать многочлены, нам достаточно выйти в c и работать. Ну, можно сказать и так. Но давайте договорим все-таки, как мы их перемножаем. Вот у нас есть 2p и q из r красила от x. То есть, многочлены с коэффициентами в r красила. Да. Ну, давайте посчитаем их дискорерное прообразование в Fourier, соответственно. И перемножим их по компонентам. То есть... И потом возьмем еще обратное от всего этого. Ну, то есть... Вот мы получили вот эту штуку. Это задает значение многочлена pq в этих точках. Да. А, значит, потом мы можем взять от этого всего обратное прообразование. И получить многочлен pq по модулю x-vent и минус 1. Да. То есть, можем перемножать 2 многочлена по модулю x в 2 в ката минус 1. Осталось только научиться считать дискорерное прообразование в Fourier. От набора... Ну, от... Так, ты сделал 2 многочлена, загнал их в конкретные значения, а именно в эти корни первообразные. Да. И дальше у произведения будет значение в произведении, и все. Просто n штук. Да. Ну, в смысле... Да, мало очень. И нужно обратно вернуть за n, да? Ну, да. Нужно научиться быстро вычислять вот эти штуки, соответственно. Прямое и обратное прообразование. Да. Ну, сейчас мы... В каком году это научились? В каком году... Ну, само прообразование было известно, по-моему, давно. Потому что его используют для обработки сигналов. Потому что все-таки исходное прообразование Fourier, оно нужно для того, чтобы переводить синус во штуку нормально, там, и так далее. То есть, раскладывать, там, сумму синусов. Вот. А придумали, ну, в конце 20-го века, видимо, в годах. Вот это, да? Угножение. Да. Ну, точно можно так делать. И что оно переводит свертку в свертку, в общем-то. Вот. Важное свойство. Ну, следующие минут 20 мы будем пытаться его сделать в произвольном кольце. Ну, в кольце... В кольце R красивое мы... Ну, сначала в кольце R красивое, да. Мы будем пытаться его сделать. А потом мы будем пытаться сделать его в произвольном кольце. Потому что в произвольном у нас, ну, как тут показано, если у нас есть простое число вида 4K плюс 3, то, по-моему, в нем нет таких первообразных корней просто. Вот. Что делать, если 2 делитель 0, я тоже вкратце скажу. Ну, вот. Да ни в каком не будет, кроме чисел фирма, которые в 5 штук известны на сегодня. Ну, а не важно, чтобы оно было простым. Нам же кольцо нужно. А. С другой стороны, у нас двоичная запись этих чисел будет большая слишком. Ну, даже не двоичная. Это будет 2 вкатый. То есть, как бы, просто так построить R красиво, ну, кроме как комплексных чисел, нам не очень получится. Хорошо. Вот, ну, пусть у нас есть R красиво, и скома первообразный корень, да, степени 2 вкатый. И мы хотим перемножить два многочлена по модулю x в 2 вкатый минус 1. Как мы будем это делать? Ну, поскольку мы занимаемся информатикой, нам очень хочется, как бы, рекурсивно на две части разделиться. Но как в Карацубе, на самом деле, не получится, потому что, когда мы берем многочлены и делим его на два вот таким способом, на самом деле, алгебрических свойств хороших не имеет. Ну, то есть, как бы, кроме того, что там можно 3 умножения, а не 4 сделать. Вот. И то это достаточно противоестественно, на самом деле. Вот. Ну, то есть, мы просто взяли и сказали, что, ну, 3, а не 4. Для матрицы, кстати, то же самое работает, нам будет 7, а не 8 умножений, и это вообще понять очень сложно, как бы, запомнить. Ну, то есть, для матрицы 2 на 2, собственно. Да-да-да. Вот. Значит, поэтому мы будем делать умнее. Вот пусть у нас был многочлен P, да. Я понимаю, что дискретно-беразумие в паре, оно от одного многочлена, да. Вот был многочлен P. Размера степень двойки. Давайте разделим его на четные и нечетные коэффициенты. То есть, запишем P как. Соответственно, P0, это будет, видимо, P с четными коэффициентами от x квадрат, плюс x на P1 от x квадрат. Да, расфигачили. Вот. Далее, если у нас омега n был первообразным корнем степени n, то омега в n пополам будет первообразным корнем степени n пополам. Это нетрудно проверяется. Потому что у нас есть критерий, что омега n первообразный корень тогда и только тогда, когда омега n в степени n пополам равно минус единица. Ну а омега n пополам в степени n длитной 4 тоже будет единица. Ну то есть, омега n в квадрате, омега n пополам это омега n в квадрате, соответственно. Потому что омега n в квадрате, ну сейчас давайте еще раз это проговорим. Мы в начале лекции минут 10 мучились, хотя это утверждение минут на 3. То, что корень степени двойки первообразный тогда и только тогда, когда если возвести его в степени n пополам, получится минус единица. Поэтому теперь я утверждаю, что если у нас есть корень степени n, то для того, чтобы получить корень степени n пополам, достаточно просто в квадрат развести и все. Ну, по крайней мере, то, что полученный будет в n пополам той степени равен единице, это очевидно. А в n длитной 4 степени будет минус единицы тоже очевидно. Да. Просто подстановкой. Окей. Поэтому, на самом деле, если мы вычислим дискретное преобразование Фуриет многочлена P0 и P1 рекурсивно, то есть, как бы, вот мы вычислим для P и запускаемся, вычислим вот эту штуку. Да. То что у нас будет? У нас, соответственно, ну это уже будет два многочлена размера меньше, поэтому там это будет два вектора такие, P0 в степени омега n пополам. Вдвое меньше, да? Вдвое меньше, да. И так далее. Ну и для P1, соответственно. Ну, то есть, мы подставляем вот такие точки. Но мы можем, как бы, сказать, что мы, по сути, можем это переписать, как омега в степени n в нулевой, омега в степени n в квадрате и так далее. То есть, у нас, как бы, мы знаем его значение в точках омега в n нулевой, омега в n в квадрате и так далее. И омега n в n. Хорошо, теперь давайте подставим в P какой-то омега n в квадрате. Тогда P от омега n в квадрате равно P0 от омега n 2 в квадрате плюс омега n в квадрате на P1 от омега n 2 в квадрате. Но, как было сказано ранее, мы можем сделать так. То есть, мы поняли, что омега n в квадрате это омега n пополам. Поэтому мы выносим так. Ну, умножить на P1 от омега n в квадрате. А эти значения у нас уже посчитаны. Так, сейчас, сейчас, погоди. То есть, еще раз, если у нас был P, мы разбиваем его на четные и нечетные, запускаемся рекурсивно. И там мы уже подставляем не корни n в квадрате, а корни n пополам в квадрате, по определению просто. Да. Вот у нас они были посчитаны рекурсивно. Теперь мы хотим вычислить P. Да. Подставляем туда мысленно корень n в квадрате, в общем. Подставляем и получаем, что все эти значения, они выражаются через уже посчитанное. Так, омега n в степени 2 в квадрате. Омега n в степени 2 в квадрате, то омега n пополам в степени К. Да. Ну, тут, правда… Подожди, омега n в степени 2К, а не 2 в К. Подожди. Омега n в степени 2К, да. 2К. Ну, потому что здесь же x квадрат стоит, потому что это четный коэффициент. Да, да-да-да, это не 2 в К, 2К. Омега n в степени 2К стоит здесь. Это омега n пополам в степени К. Да. То есть, вот эти значения, они уже посчитаны. Единственное, что К может быть больше n пополам, да. А когда мы их посчитали, мы слышим просто самого. Ну, мы просто запустились рекурсируем, да. То есть, как бы, разбить значение на 2 меньше и так далее. То есть, как бы, у нас есть, вот, если же К может быть больше чем n пополам, то есть, как бы, на самом деле, ну, если К больше чем n пополам, то там нужно, ну, оно же тоже уже посчитано. Ну, что омега n в степени n пополам это единица. Ну, в общем, суть ясна. Можем за линейное время по 2К. К минус n пополам получится. Да, там К минус n пополам. Вот. Можно даже выписать соответствующую формулу. То есть, там, как бы, в принципе, все то же самое. То есть, ну, для К, можно сказать, что для К меньшего n пополам это так. Если мы хотим прям, ну, как вот алгоритм, да. Строго, да? А если К хотя бы n пополам, ну, если, а вот, а если мы поставим такую штуку, то тут будет как раз от омега. Это, кстати, нам понадобится для обратного преобразования. Ну, тут омега n пополам в степени К, а тут уже будет минус омега n в степени К, да. Потому что, когда мы проявляем n пополам, у нас, ну, омега в степени n пополам равно минус 1. Да? Минус 1. То есть, как бы, они отличаются плюс-минусом здесь. То есть, давайте еще раз выпишем эти формулы. В них нужно прям помедитировать чуть-чуть и понять, что все, на самом деле, очень просто. То есть, мы вышли рекурсивно для четных и нечетных коэффициентов. И говорим, что для К меньших n пополам, ну, от нуля до n пополам. Верно, вот следующее утверждение. Равно P0 от омега n пополам К, плюс омега n пополам К на P1 от омега n пополам К. И вот такая штука, верно. Тут стоит минус, потому что омега n в степени К плюс n пополам, это омега n в степени К умножить на минус 1. Да, потому что у нас, ну, еще раз напишу, вот эта штука есть. Потому что первообразный корень. Первообразный корень омега n в n ты равно единице, в n пополам ты равно минус единице. Да. Да, все просто замечательно. Вот, то есть у нас есть две такие формулы. Можете просто представлять себе комплексные числа, соответствующие просто е в степени 2π делить на... Да, но мы хотим более абстрактно рассуждать, потому что комплексными числами все не ограничиваем. Ну, я понимаю, да, для первого знакомства, чтобы почувствовать, что происходит. Да, то есть можно считать, что это комплексные числа. Теперь осталось сделать обратное. Да. Ну, на самом деле, вот как мы кубик Рубика собираем, так можно его разбирать, так говорил один мой знакомый преподаватель. Вот, соответственно, тут мы точно так же можем... Разбирать можно раз, вот так его разобавил. Ну, вот мы его как-то собрали, можно все же действия в обратном порядке сделать. Значит, давайте опишем алгоритм, что мы делали, значит. Когда мы читали прямое, мы первое запустились от P0, P1, второе, ну, вот по этим формулам сложили, да. Значит, давайте сделаем обратное. Вот. Дальше индукция была. Ну, здесь. Вот, значит, как мы будем делать обратное? Обратное мы сначала поменим эти формулы, да. То есть пусть у нас даны преобразования, пусть у нас дано для P, да. То есть у нас дано дискретное преобразование для P. И мы хотим по нему получить дискретное преобразование для P0 и P1. Ну, как мы это сделаем? Мы просто сложим эти две формулы и вычтем эти две формулы. То есть, если мы их сложим, что мы получим? Мы получим, что P0 от омега степени n поломка. Двукратное. Равно. Ну, тут нам понадобится делить на 2. То есть 2 должно быть обратимым элементом к тому же. Снова мы к этому приходим, да? Ну, делитель нуля, не делитель нуля, мало того, что не делитель нуля, так еще и обратимый элемент. Вот, пополам. Вот. Ну и аналогично P1 вычисляется. Единственное, что тут нужно будет разделить на эту штуку, но разделить можно домножением. Домножением на омега n степени n минус k. Да. То есть, тут на самом деле... Значит, двойка обратима должна быть в кольце. Да, такое достаточно слабое условие. По сравнению с тем. Делить на 2 омега n в катый. Но стоит иметь в виду, что деление на эту штуку, это просто домножение на омега в n в минус k. Поэтому все, что мы требуем на самом деле, это чтобы у нас существовал первообразный корень и чтобы у нас... Двойка была обратима. Двойка была обратима. И можно заметить, что как бы, ну тут мы... То есть, тут мы просто делаем в обратном порядке. Мы сначала запускаем... То есть, мы тут сначала запустились рекурсивно, а потом посчитали что-то. Тут мы сначала что-то считаем, а потом запускаемся рекурсивно. То есть, мы... Что у нас здесь было? Мы сначала вычитали для P0 и P1, потом по ним считали для P. Когда мы считаем обратно, можно считать, что нам уже дано для P, и нужно вычислить для P0 и P1. То есть, тут мы... И постепенно приводим к самим... А потом по рекурсивно. Ну и понятно, что все это делается За O от N Log N Действие в кольце R красивое Ну потому что у нас Каждый раз размер уменьшается в два раза На каждом уровне мы действуем за линейное время Ну и стандартная схема И на самом деле Этого уже достаточно Для того, чтобы жить счастливо Потому что у нас В качестве R красивого Можно взять просто комплексные числа Да? Да То есть Если мы возьмем в качестве R красивого Комплексные числа Ну у нас там есть первообразный корень Для этого достаточно взять Косинус 2π делить на N Плюс и умножить на синус 2π делить на N Ее степени 2π и делить на N Да, вот Ну и он удовлетворяет всем этим свойствам Вот Единственная проблема, что Когда мы работаем с комплексными числами У нас в принципе Есть проблемы с точностью То есть нам же нужно эти числа до какого-то знака вычислять И так далее Ну и на практике Как бы на самом деле У нас Если мы хотим что-то посчитать по модулю То это Может быть достаточно плохо Потому что У нас как бы Ну допустим мы хотим посчитать Там по какому-то модулю 10 в 6 плюс 3 Да И у нас были коэффициенты порядка 10 в 6 Да Ну потому что модуль такой А размер порядка 10 в 5 Да Тогда Если мы перемножим два многочлена То у нас итоговый результат будет порядка 10 в 5 на 10 в 12 То есть 10 в 17 Ну то есть в общем Здесь Есть конечно с этим Маленький недостаток в виде точности Сейчас А почему возникла эта 12 степень? Ну потому что у нас коэффициенты же перемножаются Как бы друг на друга То есть у нас n на c в квадрате Да То есть у нас есть небольшой недостаток в виде неточности Но на самом деле он не такой большой Потому что у нас Если мы посмотрим на весь этот процесс Да То у нас каждое число было получено Логарифмом n умножений И сложений соответственно То есть оно равномерно То есть каждому числу применяется ровный логарифм n операций С каждым числом мы делаем Вот То есть логарифм n операций То есть погрешность не сильная То есть точность хорошая Но Если мы хотим работать по модулю Или если мы вообще хотим в каком-то произвольном кольце это делать А в одном из приложений это кстати будет нужно То есть там даже не числа по модулю То тогда комплексные числа могут не прокатить на самом деле Вот Ммм Ну обычные многочленные С вещественными коэффициентами То есть по сути мы уже Прекрасно умножаются с помощью этой тактики за n За n лог n За n лог n Ну это то же самое Не то же самое Открытая задача по-моему кстати Ааа Между n лог n и n да? Да Ну это очевидно что снизу А n лог n не факт То есть числа мы уже научились перемножать Вот На самом деле Да Вот Ничего себе И прям видно да? Как тебе выписывают там два числа длиной не знаю По 10 в 5 да и вот можно их перемножить Раз и раз и все Вот Ну давайте обсудим как это делать все таки с произвольным кольцом Где два обратима Потому что у нас здесь был условие на первообразный корень И тогда мы сможем это делать по любому модулю там С чем угодно Вот Ну давайте перед этим сначала поговорим чуть-чуть о приложениях Потому что пока что у нас была только теория да Вот Давайте чуть-чуть поговорим о приложениях А потом продолжим в общем случае Что мы научились делать Например Ну например мы научились Ну помимо того что умножать два многочлена Мы можем научиться делить с остатком Как мы будем это делать? Ну пусть у нас было два многочлена P и Q Нам нужно P поделить на Q Так Ну давайте представим что P равно A умножить на Q плюс B Вот Ну степень P равна в данном случае Ну степень P равна N Тут удобнее со степенями работать видимо А степень Q равна K Вот Давайте сделаем такую операцию Давайте развернем коэффициенты многочлена Что это означает? Ну когда мы разворачиваем коэффициенты Это то же самое что взять Многочлен P умножить на X вентой И поставить туда одну X Да? Так Это просто мы развернули его коэффициенты Да Вот Ну если мы проделаем это Если мы просто домножим обе части на X вентой И подставим вместо X одну X вентой То тогда у нас получится Что вот у нас было это равенство Ну можно записать его даже как Ну тут Так вот Продолжим делить многочлен Давайте на этой доске Да Да На вот этой вот Ну все уже наверное поняли как работает просто преобразование Поэтому давайте Соответственно Научимся делить Значит Ну да Одна X переворачивает нам Мы Пишем вот такую запись Да? P делим на Q И в чем получается трюк с переворотом коэффициентов Да? Ну давайте на примере даже посмотрим То есть если у нас был Вот этот вот Плюс 3X Плюс 3X квадрат Плюс 7X кубе Да То есть если мы подставим Одну X То у нас получится 1 плюс 3 делить на X Ну да Плюс 3 делить на X квадрат Плюс 7 делить на X кубе Если мы домножим это на X кубе То у нас просто перевернутся коэффициенты Конечно, да Как можно видеть Поэтому давайте Подставим одну X И домножим на X кубе С обеих частей Собственно Что мы делали Ну вот тут просто побольше места Сейчас мы запишем Что получится Перевернули Мы пока что не перевернули Мы просто домножили обе части на иксвенты и поставили одну иксву. Ну, это и есть перевернули же, да? Ну, почти. Не совсем. Там, если в меньшей степени он, то вылезает какая-то... Значит, заметим, что... Заметим, что вот тут у нас суммарная степень равна n, потому что это деление с остатком. Поэтому можно... Ну, это понятно просто по определению многочисленных перевернутых коэффициент, мы будем вот так обозначать. Да, это тоже. Это просто произведение двух перевернутых. Если мы степень раскидаем правильно, Правильно. А вот тут не совсем. А вот тут, как бы, можно сказать, что, ну, можно дополнить его... Ну, как бы, можно сказать, что это икс в степени n минус к. Где к, это декб? Декку. А, декку. Да, потому что у нас же остаток на fb. Да. Вот. А если b окажется еще меньше случайной степени, чем k минус 1? Ну, значит, здесь будет еще что-то. То есть плюс какой-то... Да, 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 да. Где икс, понятно, целое число больше нуля. Больше бы равное нуля. Вот, ну, понятно. Ну, давайте возьмем вот это. Вот, то есть, как бы, у нас получилось, на самом деле, то же самое. С одной стороны, казалось бы, мы только усложнили себе жизнь. Зачем-то перевернули коэффициенты. Ну, еще здесь появился x. Чуть-чуть больше, пиши размером, потому что иначе... Но, на самом деле, теперь мы можем взять это равенство по модулю x в степени n минус k плюс епсилон. Можем. Вот. Давайте это сделаем. Сравнимо с rev a на rev q по модулю x... Ну, мы берем просто в модулю x в степени n минус k. Да. Вот. Сюрприз, они равны. Домножим справа на обратный ряд к rev q. Давайте обозначим q в q штрих. Ну ладно, q штрих плохо. С волной тоже плохо. Это ревый, да? t обозначим, за t обозначим rev q в минус 1. То есть, такую штуку, которая при домножении в... Кольце рядов. По модулю x в степени n минус k даст обратный, да? Вот. Как бы тут нас потребуется, что старший коэффициент q должен быть обратим. Этого будет необходимо и достаточно. Тогда, если мы домножим, ну, допустим, слева или справа, все же коммутирует. Ну, давайте справа, потому что это эстетически приятнее. Ну, типа там прям сокращать. Хорошо, да. На t сравнимо с rev a. Rev a просто, да. Вот. И заметим, что этого достаточно, чтобы восстанить все коэффициенты a, потому что степень a – это n минус k. Степень a – это n минус k, правильно, да. Да, поэтому нам достаточно найти его по модулю x в степени n минус k. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. То есть, подожди. Ты все, что ты сделал, ты взял rev q, который получается сразу, а отхреначил его в минус 1 по модулю x в n минус k, что делается тривиально совершенно. Ну, не совсем тривиально, но вот сейчас мы будем учиться это делать. Обратный ряд, ну да. То есть… В теории, да, за какое время вопрос, да? За какое время? Сейчас посмотрим, что нахождение обратного ряда эквивалентно умножению. И просто умножил на исходный. Да. И ты получил… Перевернутый многочлен просто, и все его коэффициенты, да. И тем самым b тоже получилось. Да. То есть, как бы, можешь заметить, что у нас так все работает, что вот у нас были числа, и для перемножения чисел мы использовали многочлены. Для перемножения многочленов мы будем, ну, формальные ряды использовать. Ну, то, что ты… Ну, да. Вот. То есть, ну, понятно, что эти два многочлена мы можем умножить с помощью дискретного перевозивания в фарьер уже, мы это умеем делать. Да. По модулю x в степне n минус k это реально берется, просто нужно отбросить все лишнее. Да. Вот. И все, они полные часы. Ну, и потом обратно перевернуть их нужно еще, потому что мы… Не, ну, это какая-то фантастика, это волшебство. Да, это действительно волшебство. Это волшебство. Ну, на самом деле, есть какая-то… И ты делишь с остатком с такой скоростью, да, огромной? Ну, пока что, ну, по модулю… Ну, t еще нужно получить. Ну, t надо получить. Ну, хорошо, да. Но t – это просто обращение многочленов в кольце видов. Ну, нужно это научиться делать. Это мы… Это, на самом деле, не совсем-то реально. Вот. Но, то есть, на самом деле интуитивно как можно понимать, когда мы сделали… Когда мы подставили одну x-тову, у нас как бы коэффициенты, которые… Коэффициенты, которые были другие, они стали маленькими. То есть коэффициент при них стал, ну, x в отрицательной степени, если не домножать на n. Да, и за счет этого мы как бы взяли по модулю и, по сути, мы отбросили маленькие коэффициенты. То есть, если мы не домножаем, мы просто отбрасываем маленькие коэффициенты. То есть, если мы домножаем, то отбрасываем большие. Ну, то есть, по модулю. Ну, это как-то так интуитивно понимать, что если мы поставляем одну x-тову и, типа, отбрасываем что-то. Ну, да, то есть, нужно перевернуть и взять по модулю. И тогда, то есть, мы, по сути, просто взяли ту же самую задачу, переформулирую ее по-другому, и она решилась. Потому что вот из этого равенства вообще непонятно, как это делать. Вот. Потому что у нас b, он как бы дает на переднюю часть, потому что это шастатор, да. А мы как бы сделали так, чтобы b приплюсовывался к задней части. Ну, при переворачивании, да. Слушай, ну, а сама операция в делении с остатками, если я в лоб буду проводить, ты же вроде делишь, а там n квадрат, да? Там n квадрат, да. Да. Так. Понял. Так. Вот. Значит, ну, что мы сделаем? Давайте, ну, понятно, нам остается научиться искать этот t. Давайте это сделаем. Значит, здесь нам под... Ну, мы перевернули q, и на первом месте у нас стоит старший коэффициент, да. Вот. На первом месте у нас стоит старший коэффициент. Давайте просто, ну, не будем уже мыслить в терминах rfq, потому что нам остается решить... Обойди вокруг, ты сделал коэффициент нитериального зацепления. Нам остается решить... Нам остается найти обратный ряд. Давайте не будем мыслить в терминах rfq, пусть у нас просто дан b0 плюс b1x плюс так далее плюс bnx вентой, и нам нужно посчитать, ну, это многочлен b, допустим, и нам нужно посчитать многочлен b в минус первый. Ну да, только b там остаток был, ну, неважно, забудем. Ну, то есть, ну, она не b, ну, можно. Давайте p лучше обозначим. Короче, просто есть многочлен, и нужно... p0 плюс p1x... Вычтить обратный ряд. И p0 обратим. p0 обратим в кольце. Да, в кольце рядов. То есть, у него старший коэффициент неравен. p0... Ну, мы работаем уже в произвольном кольце r. Я пока что еще не рассказал, как в произвольном кольце работать, но мы потом это обсудим, потому что все бы умерли, если бы еще там... Да, ничего бы не было понятно совершенно. Лучше как бы разбаять. Ничего бы не было понятно. Приложениями, да, pnx венты равно p большое. Нам нужно найти p в минус первой. Как ни удивительно, здесь нам поможет метод Ньютона, что может прозвучать бредом, потому что наши многочлены. Вот я, если честно, формулу как бы саму не очень помню, поэтому вместе с вами сейчас мы будем его выводить. По сути, нам нужно взять функцию f от q. Давайте f от q. Равно q минус... Это чисто эвалистические рассуждения, которые помогут нам получить правильную формулу, которую мы потом честно докажем, но вот как способ запомнить, ну вот, например, для меня, потому что я ее не помню. Вот нам нужно... Ну, только так плохо делать, лучше 1qt минус p. Нам нужно найти корень такой функции. Пусть у нас есть какое-то значение q. Ну, в качестве... Ну, какое-то значение q, и что нам говорит дядюшка Ньютон? Он нам говорит, что нужно взять q и вычесть f от q делить на f от q. Я же не ошибся, да? То есть, q новая, q новая, q штрих. Это q минус... f от q делить на f штрих от q. По Ньютону. Вот. Значит... Сейчас я пытаюсь понять, ты f минус первый, где же у тебя получается, что ты ищешь что? Ты ищешь... Я ищу корень вот такой функции. Да, ты ищешь q. То есть, если я поставлю сюда p в минус первый, тут получится ноль как раз. Вроде метод Ньютона говорит, что нужно... Ну, что итеративный. Он говорит, что нужно брать такую штуку, да? Вот. Ну, давайте раскроем. Давайте раскроем, что здесь написано. Здесь написано q минус... f от q это у нас будет 1 qt минус p делить на... f штрих от q это у нас просто минус 1 делить на q квадрат, да? Ну, производную просто взяли, как бы все работает. Ну, то есть, нам нужно... Это будет q плюс... Соответственно, здесь у нас минус сокращается, здесь надо на q домножить. То есть, получается такая... Ну, q плюс... Давайте, плюс q плюс pq. Плюс pq квадрат, сейчас. q плюс pq квадрат, да. Ну, то есть, p... Ты сейчас берешь какие-то формальные производные от многочленов, да? На самом деле. Это просто эволистические рассуждения. Сейчас я проверю, правильно я выписал формулу. q минус f от q делить на f штрих от q. Так, минус... То есть, минус на минус дает плюс... q минус... Минус... Там что-то с минусом, что-то с плюсом, сейчас... p минус q... Что-то идет с минусом все-таки, наверное. pq квадрат с минусом, наверное, идет. Мне кажется, pq квадрат должно идти с минусом. Три минуса у тебя. Минус на минус на минус дает минус. pq квадрат с минусом. pq квадрат. То есть, 2q минус pq квадрат. Ну, кажется, да. 2q минус pq квадрат. Кажется, так. Вот. Хорошо. И что тогда утверждается? Вот нам Ньютон дал такую формулу еще в каком-то там... pq квадрат. В каком-то там веке, да? Да. И пусть q, пусть pq сравнима с единицей по модулю x вентой. Тогда утверждается, что pq' сравнима с единицей по модулю x вентой. О, чудо. Ну, давайте это проверять. Если pq это единица по модулю x вентой, то при умножении p на вот эту хрень, на 2q минус pq квадрат, да? Да. Получается... 1 по модулю 2 вентой. Да, давайте это проверим. Ну, скажем, что pq у нас равно 1 плюс x вентой на какой-то шлак, да? Шлак, да. Вот. Тогда pq штрих, это что у нас? Это 2pq. 2pq. Минус p квадрат q в квадрате. Минус pq в квадрате. Да. Вот. Ну, если это раскрыть, да, то у нас получится 1, 2 плюс 2x вентой на шлак, минус 1 плюс x вентой на шлак в квадрате, что равно 2 плюс... Давайте на другую доску перейдем. Да нет, ну уже видно, что это нормально. Давайте здесь вот... Давай. Раскроем pq штрих. Блин. Равно 2pq минус pq в квадрате. Минус pq в квадрате. Да. Равно 2х на 1 плюс x вентой на шлак. Да, минус. 1 плюс x вентой на шлак в квадрате. Равно 2 плюс 2x вентой на шлак. Минус 1 минус 2x вентой на шлак. Ну все. И плюс... Минус шлак в квадрате x вентой. Тут минус и минус x вентой на шлак в квадрате. Ну да. Ну и это сравнимо с единицей по модулю x вентой. Охренеть. О чудо. Да, чудо. Это действительно какая-то магия. Ну как это запоминать? Запоминать это ну вот так. Как так, да? Метод Ньютона. Я, если честно, сам не супер это помню. Ну вот. То есть... Теперь давайте оценим, за сколько это все у нас работает. Итак. Ну, если мы знаем q' То для того, чтобы вычислить... Для того, чтобы вычислить... Если мы знаем q, то для того, чтобы вычислить q' Нам нужно сделать... Поскольку мы перемножаем многочлены по модулю x вентой, да... Нам достаточно сделать... Ну здесь сколько получается? Раз, два... Ну тут два q у нас реально получается, да... Ну нам нужно, получается, сделать два умножения, да... Да. Два умножения многочленов размера n. Да? Да. Вот. То есть давайте это уже... Сейчас откуда ты первый q взял? Откуда угодно? Нет, q нулевое... Ну в смысле... Равно 1 делить на p0. Ааа... Да. Начать нужно с 1 делить на p0. То есть для этого нам нужно, чтобы вот эта штука была обратима. Да, правильно. И это согласуется с нашей интуицией, потому что, если вы помните, то мы обращали рев q. Если у нас, например, в целых коэффициентах у q старший коэффициент 1, то p0 как раз будет 1, потому что... Ну мы перевернули. Да-да-да, да-да-да, все, все очевидно. Все, 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 как и должно работать. Все, как и должно быть. Да. Так. Вот. И дальше ты хреначишь это раз за разом, да? Да, то есть изначально у нас мы... Ну давайте за m обозначать стоимость перемножения многочленов. Тогда наша штука работает за o от m от единицы, плюс m от двойки. Да. Плюс так далее, плюс m от двух вк, плюс m от двух вк, ну плюс и так далее, плюс m от m. Ну то есть последний, ну плюс m от n, где n от степени изначально... Ну, а, ну тут есть n, да? Ну тут n и n одинаковые, давайте здесь n большое будет. Да, пусть будет n большое. Плюс m от n большое, ну потому что там в константный раз отличается. Вот, ну поскольку у нас m от n это o от n лог n, да, то можно сказать, что это все суммируется в o от m от n большое. Да? Потому что если мы просто суммируем, ну то есть если мы логарифмы все оценим грубо сверху логарифмом от n большое, то у нас просто получится сумма e, 1, n плюс n пополам, ну то есть 1 плюс 2 плюс так далее, плюс 2 вк, то есть что сворачивается в 2 вк 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 вк. Да, то есть это работает ровно за столько, за сколько вы умножаете. Это работает не только для этой функции, это работает, получается, если n это o малое, это m от n, то есть если даже может сойти с n, это o большое. То есть если у вас функция m от n растет хотя бы как линейная, да, то вот тут уже можно так сворачивать. Сразу же так, да. Ну а понятно, что она растет хотя бы как линейная, потому что мы же, ну нам же нужно линейное время, чтобы обработать, ну как минимум, да, считать входные данные. Да. Поэтому мы показали, что деление эквивалентное умножение, по сути. Да. Мы научились делить за столько же, за сколько научились умножать. Вот, ну и если мы используем дискретные образования в фавории, это будет n логен. Вот. Ну и от деления возникает просто куча приложений. очень много прям сразу. И первый из них на английском называется multi-point evaluation, а на русском это данного член P, ну, P степени, неважно какой, нужно в него подставить P степени N, где к P равно N. Так, может быть уже черный списался взять синий или еще ничего? Да не, ничего. Где к P равно N и нужно подставить M точек, то есть нам даны X1 и так далее, XMT, и нам нужно найти P от X1 и так далее, P от XMT. Вот. Если мы будем их в ту пулу подставлять, это займет нас N на M времени. Да. И казалось бы, ну как можно это сделать быстрее? Да. Ну вот мы сейчас научимся, да. Вот, что мы будем делать? Давайте делать ну, собственно, все, что мы тоже делали, все то же, что мы делали раньше, разделяя и властвуй, только надо понять, как. Давайте, вот у нас была задача подставить много член точки X1 и так далее, XM, да. Нам нужно вычесть значения в этих точках. Давайте, у нас был много член P. Давайте, ну давайте, в центре нарисую, лучше синий взять уже, да. на монтаже это обрезать. Так, покрупнее чуть-чуть. Вот у нас был много член P. Да. Давайте разобьем наше множество точек на два одинакового размера, плюс-минус. Ну, как мы всегда делаем в Computer Science. Да, двоечное дерево. И давайте возьмем это по модулю X-X1 и так далее, на X-XM пополам. А тут, соответственно, возьмем P по модулю X-XM пополам плюс 1 и так далее, X-XM. Потому что назначение в точках от X1 и так далее до XM многочлен, можно, ну, если мы возьмем его по модулю, то значение в этих точках не изменится. Потому что модуль в этих точках зануляется. Да? Вот. А брать по модулю мы умеем за N луг N. Да? Да. Вот, ну, то есть мы свели с датчиком эквивалентный просто на две разбили в тупую абсолютно. Так. Просто мы уменьшили размер многочлена. Ну, можно считать, что изначально он был размером M, потому что мы изначально все взяли по модулю в соответствии с этих точек, да? Ну, то есть X-X1 и так далее на X-XM. Ага. Ну, то есть, и еще раз, да, мы разбиваем на две части, берем, соответственно, по модулю. Ну, в конце у нас вот снова ветвление какое-то получается, да? В конце у нас просто остается многочлен по модулю X-X в этой. И мы просто... Это константа, и мы смотрим на ее значение. Так. Это и будет значение многочлена в точке. Да. По теремии безу, той же самой. Безу. Вот. Безу Держи на теремии. Тут, видимо, нужно, чтобы все-таки это было полем, да? Ну, пусть будет полем. Потому что у нас эти штуки... Ну, да, тут мы явно пользуемся тем, что X-иты лежат в поле, а не в кольце все-таки. Угу. Вот. Ну, а на практике, кстати, лучше остановиться не когда многочлен будет степени 1, а когда многочлен будет там степени, ну, 40 или там 50 или 100. И когда многочлен маленькой степени, уже за квадрат просто решить. Потому что дальнейшее братье остатков будет уже бессмысленно. Да, 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 да. Это уже будет дольше это делать, чем... Чем просто в тупу взять. Ну, то есть останавливаться на ком-каком уровне 40, 100. Ну, это на практике нужно подбирать. Вот. Давайте оценим, за сколько это все работает. На каждом уровне у нас суммарный размер многочленов равен m. Да? Угу. И на каждом уровне мы... Ну, то есть вот первый уровень это один большой, потом вот так, вот так. Да. И на каждом уровне мы работаем за не больше, чем m log m. Потому что у нас суммарный размер m и мы каждый из них делим. Но делим мы за размерный алгоритм размера. Если мы алгоритм размера сверху алгоритмом m оценим и вынесем сумму, то получится m log m. Уровни рекурсии у нас log m. Потому что каждый раз в два раза. То есть, этагом мы получили u от m log квадрат m на то, чтобы вычтеть многочлен в n точках. Ну, вообще, если степень многочлена n, то нужно еще прописать здесь плюс n log n. Если прям строго писать, потому что n-то может быть большим достаточно. Вот. Ну, на практике вот m log квадрат m плюс n log n. Это сильно быстрее, чем nm. Вот. То есть, мы как бы подставили значение многочлена в n точках. Зафигеть. Быстрее, чем за n. Да. Да. Вот. Ну, раз мы умеем подставлять в точках, то, наверное, мы интерполировать умеем. Ну, мы умеем интерполировать в корнях из единицы, как мы уже поняли. Да, да, да. Ну, а давайте научимся теперь в произвольных точках это делать. Интерполировать. Так, через пять минут надо будет снова перезапустить, да? Десять. Через десять. Давайте научимся интерполировать в произвольных точках. Значит, в произвольных точках что мы будем делать? Ну, вот у нас будет тоже разделяя властвуй, такая же. То есть, мы... Ну, мы будем делать немного необычно, да. Вот у нас есть многочлен P, да, который мы хотим... И у нас есть набор точек x1, y1, там, и так далее, xn, y, n. Мы хотим по ним восстановить многочлен P. Что мы, соответственно, сделаем? Мы скажем, что мы хотим... Ну, понятно, что в общем случае такой многочлен вообще существует. И, кстати, на этой интуиции мы будем основывать наш алгоритм. Как мы это... Как мы сделаем это в общем случае? Мы скажем, что P это сумма по i от 1 до n. Вот таких вот произведений. x минус x1, и так далее. Исключаем x минус x1, потому что иначе 0 будет. Вот, напишем, исключить. И так далее на x минус x в n. Делить на, соответственно, x1 минус x1, и так далее. Исключаем x1 минус x1, потому что иначе мы на 0 будем делить. на x и т минус xn. Это может показаться очень страшно с первого взгляда. Ну, это интерполяционный многочлен Лагранжа, да? Да, ну и тут на y и т. Да, это называется интерполяционным многочлен Лагранжа. И суть вот этой штуки в том, что на 1 на всех точках, 0 на всех точках, кроме x и т, а в точке x и т она равна 1. Да, это y и т, соответственно. Ну и домножаем на y и т, соответственно. Да, да, это интерполяционный многочлен Лагранжа. То есть эта задача вообще имеет смысл. Но опять же мы в поле работаем, да, как бы тут. В поле. В кольце уже не получится произвольным. Вот. Вот, да. И давайте попробуем применить вот ту же интуицию с такими же скобками, только побыстрее, потому что, типа, вот эта штука, она очень долго вычисляется, как можно понять. Нужно перемножить много таких штук, да? Да. Вот. А как это можно сделать быстрее? Ну давайте, вот пусть нас был многочлен П, и мы снова сделаем такую же штуку. Мы обозначим за за q1 произведение первых таких, да? Ну, а за q2 произведение вторых таких. Да. Вот. И давайте сделаем так, чтобы нам нужно было давайте найдем такие многочлены P1 и Q1, что PR на P1 на Q1 и P1 на Q1 плюс P2 на Q2. Вот. Значит, давайте теперь посмотрим, какие у... Сведем задачу к двум меньшим. Вот если мы, допустим, профессионально угрожаем P в таком виде, что должен принимать P1 в точках... Ну понятно, что P1 в точках X1 и так далее, XM пополам, нам без разницы, что принимает, потому что на 0 домножается. Поэтому нам нужно понять, что нам нужно делать в других точках. в точках XM пополам плюс 1 и так далее, XM. Ну давайте в точке X в катый, да? В точке X в катый вот эта штука зануляется. То есть, P от X в катый равно P1 от X в катый на Q1 от X в катый. Да? Поэтому... Где K больше M пополам, да? Где K больше M пополам. Поэтому P1 от X в катый должно быть равно 1 Y в катый делить на Q1 от X в катый. Вот. Тем самым нам нужно знать значение Q1 в точках XM пополам плюс 1 и так далее, XM. Но мы это уже умеем делать. Только что рассказал уже. Вот. Ну и просто взять и подставить и запуститься рекурсивно. То есть, для K больше, чем M пополам. Мы просто берем и говорим, что давайте проинтерполируем многощвен с такими значениями в таких точках. Аналогично сделаем для P2, только тут для K меньше или равно M пополам. Для P2 от X в катый это будет Y в катый делить на Q2 от X в катый. X в катый, да. Сведем задачу к двум меньшим. Но нам параллельно нужно, во-первых, посчитать многощвены Q1 и Q2, а во-вторых, подставить в них точки. Ну, то есть, понятно, что рекурсивно примерно такая же. И понятно, как это работает. Ну, и в зависимости от реализации это работает либо XenLog2, если очень хорошо. Ну, то есть, как бы можно это делать параллельно с вот этим, да, то есть. Да. Обратно к многочленам где-то возвращаешься. Ты же многочлен должен получить на выходе, да? Ну, я вот говорю, что я получил P1, который в таких точках равен таким, рекурсивно. P2, который в таком равен. И потом просто вот объединяем. А для того, чтобы получить значения вот эти, мне нужно вычтить Q1 в точках Xкаты и Q2 в точках Xкаты. А это делается с помощью вот этого трюка. Вот. Ну, и в зависимости от реализации кажется, что можно, если написать это неаккуратно, то можно получить NLog2N, если мы будем на каждом уровне просто делать вот это, то есть отдельно запускаться. А если как бы параллельно делать спуск по этим, ну, то есть параллельно делать это и это и считать многочлены Q2, то можно получить, вроде как можно NLog2N добиться. Да, отлично. Слушали. То есть интерполяция тоже получилась быстрая. Вот. Но пока что... А. 4 минуты, да. Но пока что мы говорили только о задачах, которые как-то связаны с многочленами. Да. А теперь, что самое странное, будем говорить о задачах, в которых, слово многочлены вообще не фигурируют. То есть в кольцах? Ну, не в кольцах. Это даже задача на строки, что самое странное. На что? Ну, вот сейчас увидим. Сейчас увидим. Итак, задача такая. нужно сформулировать... И так будет новый. Сейчас будет... Это кончается. И новый ролик начинается с итак. Итак, теперь мы поговорим о приложении, связанном со строками. Что самое неожиданное, потому что казалось бы, что строки — это комбинаторный объект, и что, как бы, алгебра здесь вряд ли может возникнуть. Оказывается, нет. Давайте сформулируем задачу так. Пусть у нас есть какая-то строка S, да, ну, там, A, B, D, A, B, ну, или еще что-то, и строка T, да. Вот. И мы хотим найти вхождение T в S. Ну, можем это сделать любым линейным алгоритмом, который мы знаем. Это, в принципе, задача не очень сложная. Но если у нас в T стоят знаки-вопросы, то есть, например, ну, если тут A написать. А вот T в S, в смысле, ты должен T вот так вот вести, Я должен T приложить к S, так, чтобы буквы приложились к буквам, то есть, вот это, правильно, а вопросик может к чему угодно приклеиваться. А, то есть, такой, как бы, ага, понял, такой трафаретная такая штука, Да, да, нужно найти, ну, все позиции, допустим, там, или, например, для каждого приложения найти количество совпадающих, ну, помимо знаков-вопросов, видимо, и так далее. Поэтому давайте рассмотрим следующий сюжет, а именно скалярное произведение. Значит, что нам хочется сделать? У нас есть один вектор длины M, допустим. Угу. А. И другой вектор длины M. B. И мы хотим найти все попарные скалярные произведения. То есть, скалярное произведение, если мы приложим вот это к вот этому, если мы приложим вот это вот, ну, начиная там с этой позиции и так далее. То есть, для каждого приложения вектора B к вектору A найти скалярное произведение. Угу. Как это сделать? Ну, давайте перемножим многочлены, допустим, A умножить на перевернутый B. А где есть многочлены? Ну, из вектора составил многочлен. Из вектора составил многочлен, да? Да. И перемножим A на перевернутый B. А и B, да. Вот. Тогда утверждается, что, как бы, коэффициенты свертки будут ровно такими, как нам нужно. Или F A на B, кстати, сейчас. Ну, в общем, можно посмотреть, да? То есть, вот если у нас здесь был степень E, здесь у нас была длина N, то есть, от нуля до N-1, здесь от нуля до M-1. тогда, если мы посмотрим на результат перемножения C, допустим, C N плюс ИТ. Это будет сумма. Ну, понятно, что до M-1, то есть, можно считать, что по G от нуля до M-1. Но мы BGT перевернули, то есть, это будет B в степени B-1 минус G, ну, подставить значение многочисленного? Нет, значение не надо, мы как коэффициенты перемножаем. А, ага. Ну вот, у нас, как раз коэффициенты, это скалярное произведение. Ну да, 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 как раз коэффициенты. Если мы один из них перевернем. Конечно. По-моему, не важно какой. Вот мы перевернули, и получили скалярное произведение. Вармус порядок изменился. Вот. Чтобы у них синхронно шли. То есть, нет, если у нас была свертка, у нас не как бы вот так идут коэффициенты. Да, да, да. Нам нужно, чтобы они вот так шли. Поэтому надо перевернуть. Отлично. Вот. Хорошо. Тогда, ну пусть у нас размер алфавита равен L большое. Да? Размер алфавита равен L большое. Тогда, ну, давайте в комплексных числах сначала решим. Более простую задачу, когда в S вопросиков нет, в T есть. Вот в S, например, мы каждому символу S и T сопоставим, соответственно, омега L, T в степени S и T, где S и T это, ну, номер символов. Можем же их занумеровать, там, от нуля до чего-то там. Какие символы? Ну, то есть, A мы можем 0 сопоставить, B сопоставить единицу и так далее. А. И S и T мы сопоставим омега L S и T. То есть, для этой строки S у нас это будет вектор омега L нулевое, омега L первое, омега L третье, омега L нулевое и так далее. А. Вот. А T и T мы сопоставим ноль, если T и T это вопросик, и омега L в степени T и T сопояженное иначе. Ноль. А, то есть, вопросом просто ноль нахрен вообще. Да. То есть, это означает сопояженное, то есть, как бы, если у нас было A плюс B, мы берем A минус B. Да. Вот. Тогда посмотрим, что у нас, только тут, да, тут T и T. Тогда посмотрим, что у нас будет, если мы вот T прикладываем, ну, мы уже научились прикладывать и получать скалярные произведения с помощью свертки, да. Давайте посмотрим, что будет, если мы как-то приложим S к T. Если у нас, еще символы были равные, да, то мы домножим на сопояженное. Да. И получим единицу. Да. Если символ был вопросиком, то мы получим ноль. Ноль. А если мы, если два символа были не равны, то у нас получится что-то с вещественной частью строго меньше единицы. То есть, если у нас было здесь, например, B, а здесь C, то у нас будет омега L в квадрате на омега L в кубе сопояженное. Ну, это какой-то комплексный корень единицы n-той степени, который не здесь находится, значит, он находится где-то на окружности. Ну, да. И его вещественная часть строго меньше единицы. Поэтому мы знаем такой критерий, что, как бы, T прикладывается к S, если скалярное произведение строго равно модулю, количеству символов, количеству титок, неравному знаку вопроса. Да. Да. Если скалярное произведение такому равно, тогда у нас, как бы, приложение хорошее, иначе плохое. Да, то есть, если целое, то, как бы, уже хороший знак. Но еще не целое. Нет, ну не целое, а вот, то есть, нужно, чтобы оно было равно именно такому количеству. Именно. Плюс 0 на i, то есть, нужно помнить, что это комплексное число. Плюс 0 на i, да. Ну, тут 0 на и неважно, мы смотрим только на вещественную часть, но вот, то есть, тут рассуждение метрическое, да, то есть, мы смотрим, говорим, что мы меньше, ну, то есть, если мы попали до множения не на то сопряженную, тогда здесь будет что-то, как бы, отличное. Точка с вещественной частью единицы на этой окружности только вот эта. Вот. Ну, в целом, мы почти научились решать задачу более общую. Давайте еще в S будут вопросики. Вот. Ну, тут уже с омегами, на самом деле, сейчас, надо подумать. Давайте я рассажу более общее такое решение, которое, ну, чем-то похоже на омеги. Ну, вот, то есть, это, зачем мы решили, теперь мы хотим понять, что есть из S вопросики. Тогда у нас за нулясо, может, что угодно, в принципе, да. Вот. И, в целом, нам нужно что-то придумать. Ну, давайте посмотрим на кольцо. Ну, чтобы вопросики подали с вопросиками. Кольцо, ну, допустим, Z по NZ, то есть, в чем задача тогда будет, чтобы совпало с точностью до любых вопросов, да? С точностью до любых вопросов, да. Ну, тот же самый механизм. А там мы не знаем, сколько за улица. То есть, когда мы тут приложение делали, мы знали, что будет сколько-то единиц, и это количество единиц константа, да. А там может быть как угодно. Вопросик попал на вопросик, и все. и все. то есть, я знаю, что. Вот. Ну, можно, наверное, как-то это избежать, но вот мне нравится больше такой способ, наверное, мы будем рассматривать вот эту штуку, вот такую, короче. То есть, просто многочлены по модулю X-1. Многочлены в остатках по модулю N, по модулю X-1, взятые по модулю X-1. Да. Ну, и, соответственно, вопросику мы опять сопоставляем 0, а этим штукам, то есть, как бы, S item мы сопоставляем X в этой, D item мы сопоставляем X в степени L-I. Так. Вот. Ну, это, в принципе, похоже примерно на то, что было там, да. Вот. Но тут у нас, как бы, тогда, какой у нас критерий того, что, как бы, мы можем приложить строку tag к какому-то, ну, к какому-то сдвигу строки S. Точнее, ну, к какому-то началу строки S. Тогда у нас, если какие-то два символа были неравны, да, то тогда у нас в этом скверном произведении будет какой-то компонент не единичный. Да. Вот и все. То есть, критерий такой, что, коэффициент, ну, как коэффициент, так. Сейчас, а если вопрос на вопрос наехал, что происходит? Ноль на ноль умножается. Ноль на ноль. Ну да, в опросиком мы снова ноль споставляем, конечно. Так, подожди, и почему тогда мы это различаем теперь нормально? Ну, потому что в комплексных числах у нас, типа, мы смотрели метрически, то есть, да, мы смотрели, что, если у нас что-то плохое, то вещественная часть отклонится, как бы. Вот, и мы знаем, чему она должна быть равна. А тут у нас такого нет, потому что у нас вопросики на вопрос. А если еще посмотреть в комплексных числах, то у нас же может сложиться вот эта штука с вот этой штукой. Да, и получится целая. То есть, просто проверять то, что вещественная часть, мнимая часть не равна нулю, тоже, как бы, очень хорошо. Ну, вообще, да, то есть, как бы. А здесь как мы это вылечили? Ну, а здесь мы просто взяли, ну, без соотношений всяких, просто, типа, мы сказали, что если у нас две штуки не равны, то у нас иксы, коэффициент по иксы для любого и больше нуля, коэффициент по иксы должен быть равен нулю. Если у нас были какие-то две неравные штуки, они перемножатся не в икс вельты, а во что-то странное. По-моему, это можно додумать в комплексном смысле, я, конечно, не гарантирую, можно взять верхнюю полуокружность, кажется. Я вообще пытаюсь понять, как все-таки, то есть, да, можно взять верхнюю полуокружность. В комплексном, я помню критерий там, когда с одним вопросом. Да. Просто количество ровно должно быть, скалерное произведение ровно этому самому. А здесь чему оно должно быть равно? Или оно не равно чему-то должно быть? Нет, у нас просто оно должно быть равно какому-то k, то есть, оно должно быть равно числу, а не многочлену. То есть, коэффициенты по иксам должны занулиться. Оно должно быть равно числу. Ну, то есть, как бы, вот если у нас было, например, a, b, a, и мы перемножили его с b вопрос a, то у нас вот здесь, что произошло? Здесь что произошло? Здесь мы сопоставили этому икс нулевой, этому икс в, ну, размер алфавита 26, допустим, здесь мы сопоставили ему икс 25. Да. У нас получилось икс 25 плюс 0 плюс 1, то есть, икс 25 плюс 1. Угу. То есть, мы смотрим, ну, у нас получился какой-то лишний коэффициент, мы просто смотрим на то, чтобы их не было. А-а-а, сейчас, а почему мы не могли в комплексном так? А, ну да, они подсокращали. Ну, в комплексном, наверное, можно верхнюю полуокружность взять как-то. Можно верхнюю полуокружность попробовать взять? Отслеживать просто мнимую часть тоже надо будет тогда. Ну, сейчас, а если верхнюю полуокружность взять тут не получится разве как-то понормально? Может быть, может и получится. А, нет, если мы верхнюю полуокружность берем, у нас тоже проблема. Если мы вот эти два перемножим, у нас снова мнимая часть станет отрицательной, да? Да, да, То есть с комплексными числами тут беда. На практике, конечно, может и можно комплексные числа сделать, вряд ли кто-то коллизию подгадает. Здесь сразу же x25 и все. Да, здесь мы просто проверяем, что нет лишних коэффициентов, кроме как по x0. С комплексными вроде как это не обобщается. То есть я вот подумал 5 минут. В целом, даже если мы верхнюю полуокружность берем, у нас мнимая часть может стать отрицательной, может стать положительной, а чему оно должно быть равно точно, мы не знаем. Поэтому с вопросиками нам нужно уже иметь дело с общим кольцом. Да, вот с таким. Но в этом кольце как бы может и не быть первообразных корней, потому что это вообще какие-то многочлены. По модулю L, L у нас обычно 26, если мы латинские буковки берем, да? Первообразных корней здесь нет по определению, потому что у нас x это не первое. Да, тут замечание на понимание, что в этом кольце x первообразным корнем не является степени L. Да? То есть, потому что x степени L пополам не равно минус 1. Вот. Да, равно бог знает чему. И вообще L слишком маленькая как бы, да? Да. Поэтому это ведет нас к тому, что нам, ну, желательно придумать какой-то общий метод, чтобы научиться вот такое решать тоже. Причем за достаточно быстрое время. Угу. Вот. И вот это как раз... Вот это как раз мы будем страдать. Ну что ж, да. Так, ну, давайте продолжим. Значит, ну, в этом случае, на самом деле, можно обойтись без многочленов. Можно... Да. Я понял, что можно взять полуокружность. Многочлены, наверное, хороши были тем, что коэффициенты при разных x не сокращаются. Правильно? Да. Вот, ну, тут тоже можно как-то так хитро сделать. То есть мы букве A, например, сопоставим вот этот корень из единицы. Ну, букве A в строке S. Да. А букве A в строке T вот тот. Ну, A, T, здесь A, S. И при перемножении они как раз будут давать минус один, получается. Ну, потому что... Ну, да. Вот. И если мы сделаем так, чтобы все буквы строки S лежали вот в этой четверти, а все буквы строки T лежали в этой, то тогда мнимая часть всегда будет строго положительной. То есть тогда критерий превратится в то, что нам нужно, чтобы вещественная часть была... Точнее, чтобы мнимая часть была равна нулю просто строку. Вот. То есть так тоже можно делать. Но вообще нам бы хотелось как-то... Ну, это в частном случае так случилось. Хотелось бы как-то в более произвольных кольцах перемножать многочлены. Ну, например, по большому модулю. Или там... Когда уже комплексная арифметика немножко страдает по точности. Или что-то в таком роде. Поэтому нам хотелось бы придумать, что еще можно сделать. Вот. Но для начала давайте разберем вообще... Самый общий случай, да? Почти самый общий. Вот. Какие у нас бывают еще примеры R красивого, кроме комплексных чисел? Ну, понятно, что если у нас есть простое число P, да? И P-1 делится на большую степень двойки. То тогда у нас есть иском первообразный корень степени 2 вкатый. Потому что если G это вообще первообразный корень, который как бы генерирует эту замечательную мультипликативную группу, да? Ну да, возводишь его в остальную степень и получается... Да, можно возвести его в остальную степень, да, какую-то. Да. И, в общем-то, получить иском первообразный корень. Но для этого нужно, чтобы 2 вкаты делило большой простой мультиплик. Прикольно, что по формальной терминологии в остатках это не первообразный корень будет. А у нас это будет первообразный корень. Да, ну его еще примитивным называют, primitive по-английски и так далее. Да-да-да. Угоднее первообразным. Primitive root. Да. Вот. Но далеко не все простые такому свойствам подходят. Но это просто как пример того, какие еще хорошие кольца бывают, где можно это делать согласно обычной процедуре. Ну и пример такого простого числа, который многие знают, как бы это вот это замечательное число. Ой! Ай! Оно залезло, к сожалению. Ай! Что? Ну оно делится на 2 в 23, по-моему. Ёкарный бабай! Ой, ай, ёкарный бабай! Ну в общем, да. Таких там на самом деле много. Про их распределение я, кстати, ничего не знаю. Но в общем и целом... Про распределение простых, которые... Которые делятся на большую степень двойки. Но мы сейчас научимся... Нам хотелось бы... Вот у нас есть кольцо R, в котором надо потребовать, чтобы 2 было обратимым. То есть существует такое... Ну 2 обратимым, то есть существует такое x, что 2 на x равно 1. То есть 2 это единица. Ну в терминологии колец. Что очень странно звучит. Ну 2, да. Это единица, да. То есть что 2 обратимым. И мы хотим как-то по нему получить кольцо с первообразным корнем. В котором... Ну 2 в нем, понятно, будет обратимым. Мы хотим как-то еще, чтобы у нас был первообразный корень. То есть, например, если мы возьмем простое число 10, 9 плюс 7. Здесь вот 10, 9 плюс 7. То оно вида 4К плюс 3. Здесь уже первообразного корня такого хорошего не будет. Это простое, да? Это простое, да. Вот. Нам важно будет, что оно нечетное. Как мы это будем делать? Ну утверждается, что в качестве R красивого можно взять такую штуку. То есть по модулю, ну там x в степени m минус 1. Плюс 1 только. Вот. И тогда утверждение, что x это первообразный корень в степени 2m. Что? Ну как? Так, у нас x в степени 2m равно 1, x в степени m равно минус 1 по определению. То есть мы взяли все многочлены по модулю x венте плюс 1. x в степени m равно минус 1. И x в степени... Ну... Да, очевидно. x в степени 2m равно 1. Если m это степень двойки, то как бы там вначале мы долго мучились с тем, чтобы это понять. То это будет первообразным корнем. Вот. Но с другой стороны, это же многочлены, поэтому их тоже надо как-то перемножать. То есть с виду кажется, что мы никак не выиграли. Потому что, ну, это же многочлены все-таки. Вот. Но на самом деле мы можем с помощью этой конструкции получить алгоритм для перемножения в кольце r. Ну, r обычное, а не r красивое. И сейчас мы посмотрим, как мы это сделаем. Так. То есть, значит так. Мы выдумали. r красивое, как просто кольцо о многочленах по модулю того, что x венте равно минус 1. Да, да, да. Вот. Вкуснитесь два многочлены в степени n, p и q. Че не степень, а размер n. То есть степени равны n минус 1. Как меня помнится. Вот. Значит, что мы сделаем? Ну, и n равно 2 в степени l. Вот. Тогда что мы сделаем? Давайте выберем, соответственно, m и r, так, чтобы 2m было примерно равно r. Ну, примерно, значит, что на плюс-минус. Что 2m должно быть либо больше, либо больше или равно r, либо... Ну, мы сейчас поймем, в общем. А я откуда-то взял? Мы хотим разбить l на m плюс r, так, чтобы 2m было примерно равно r. А. Вот. Сейчас можно даже более точно сказать. То есть логарифм длины многочлена развивается в сумму... И что мы сделаем? Мы запишем p как вот такую сумму. То есть вот пусть у нас p это было a0 плюс... Только почему a, если p? p0 плюс p1x плюс и так далее плюс pn-1x в n-1. Давайте искусственно разобьем его на блоке длины m. То есть p равно p0 плюс... Как выбирать m, r мы поймем из разбиения, но как бы это такой спойлер небольшой. Нужно выбирать примерно равными, чтобы алгоритм быстро работал, соответственно. Ага. Хотя, в общем-то, это не супер важно, но там типа... Ну ладно. p0 плюс p1x плюс и так далее плюс pn-1x в m-1 на y в нулевой, чтобы это не значило. Плюс pm плюс pn-1 на x плюс и так далее плюс p2m-1 на x в m-1 на y в первой и так далее. То есть мы его так будем суммировать. Ну и в конце это получится какой-то блок на y в степени r-1. То есть что мы сделали? Мы сказали, что пусть y равно x в степени m. Да. Тогда давайте разобьем наш многочлен на такие блоки. Безо всякой на то причины абсолютно. Да. И что тогда? Тогда, если посмотреть на этот многочлен как... Будем считать, что исходный многочлен у нас был дан в кольце r от x по модулю x в n-3 плюс 1. То есть мы перемножаем по модулю x в n-3 плюс 1 здесь. Сейчас степень 2 вольты, да, была? Да. Дальше мы... Дальше мы как бы разбили по блокам. То есть y равно x в m-3 взяли и выделили вот так блоки. x в m-3, значит x в m-3 в r-1 это x в степени m r-1. А как это связано с 2 вольты, 2 в степени m плюс r? Ну там будет что-то по типу... 2 в m-3 на 2... Там как раз все сойдется, потому что у нас здесь в каждом блоке m коэффициент, всего их r штук. m на r равно m как раз. m на r... А, ну я тут плохо обозначил, тут не l равно m плюс r, а m r равно n нужно написать, да. То есть логарифм их... Вот, 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 да-да-да-да-да, то есть ты как бы не сумма логарифм, но да-да-да. То есть логарифм... Так, сейчас, или то же самое, подожди, l... А, нет, 2 вольты, сейчас. Ну да-да-да, я ошибся, там логарифмы их должны в l суммироваться, конечно. Ну, m и r степени двойки обе, то есть мы разбиваем, берем на степени двойки, разбиваем так, чтобы 2m было примерно равно r, да, на степени двойки, и делаем так. Ну, аналогично делаем с q, как бы. Вот. Будем считать, что изначально у нас было вот такое вот кольцо, да, r от x по модулю x в ленты плюс 1. Ну, понятно, что если мы вот так рассматриваем эти штуки, то они, ну, плюс-минус изоморфны, как бы. Сейчас, r от x факторизуем по x в степени 2m минус 1. Плюс 1. Ну, в смысле, да, по x в степени 2m плюс 1, да. Так, то есть по этому многочлену, и берем это от y, факторизованные по этому. Да, то есть они не изоморфны, эти два кольца, но мы, как бы, берем наш многочлен и говорим, что теперь мы смотрим на него вот так вот. Угу. И теперь давайте считать произведение наших многочленов вот в этом вот кольце, да. Докольно, да. Поскольку у нас здесь все степени до m минус 1, да, поэтому если мы посчитаем, поскольку здесь модуль 2m, то если мы посчитаем произведение, то оно не переполнится, потому что эта степень будет 2m минус 2. Да. Поэтому нам достаточно посчитать произведение вот в таком кольце. Да. Вот. А что мы делали с помощью дискретного произведения в фурие? Мы считали произведение в кольце r красивое от, ну, y по модулю y в n минус 1, да. Но можно заметить, что вот это кольцо, оно, как бы, в нем два обратима, потому что в r оно было обратимо. И в нем x это первообразный корень, в степени, правда, 4m. Ага. А, два обратима было в r. И мы вставили это все, теперь x первообразный корень. Ага. Ну, да, потому что если x в степени 2m, то получится минус 1, если в степени 4m, то получится 1. Да, да, это то, что нужно. Да. Вот, но, когда у нас было дискретное произведение в фурие, здесь был модуль y в, ну, можно сказать, y в r, потому что тут у нас r. У нас был модуль y в r, ты минус 1, тут у нас y в r, ты плюс 1. Да. Вот, ну, на самом деле это очень легко, как бы, лечится. Для этого нужно, как бы, сделать замену. Ну, то есть, можно сказать, что y мы отправим в x2m делить на r на y. Ну, или, да, вот мы так сделаем. Что тогда? Ну, это у нас будет, получается, таким изоморфизмом, да, то есть. Плюс 1, здесь у нас y от y в r, ты плюс 1. Это у нас все будет изоморф, ну, вот с точностью вот такого изображения, то есть. У нас вот здесь то же самое будет, понятное дело. А от y это уже будет y в r, ты минус 1. Ну, то есть, как это можно понимать? Можно, если непонятно вот такое бы значение, можно сказать, что мы сделали замену переменной y равно x в 2m делить на r, z, да. То есть. И тогда, как бы, тогда, как бы, у нас все уже хорошо стало. То есть, можно, как бы, так еще рассуждать. Сейчас, то есть, ты привел это к чему, получается? Ну, вот если мы вот это возведем в степень r, да, то x в 2m, то это минус 1. А, минус 1, а y пошел сюда. Да. Вроде так. Только, ну, тут, наверное, лучше наоборот сказать, ну, в общем, да, это замена переменной, по сути, просто. Или изоморфизм колец, то есть, кому как проще думать здесь. То есть, мы сделали вот такую замену переменной, то есть мы, на самом деле, что? Мы все вот эти штуки домножили на x в 2m, ты делить на r, все вот эти внутренние, да. И тогда мы перешли вот в это кольцо, потому что, ну, можно даже убедиться, что если мы вот эту штуку возьмем в степень r, то у нас получится x в 2m, ты на y в r, да. Да, 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 ну, то есть минус. Что равно единица, потому что минус на минус дает плюс. Минус на минус, да. А, все, 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 да. То есть, мы перешли от вот этого к вот этому. Двойной минус, да, 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 вон он двойной минус. Давайте я вот здесь буду выписывать шаги, которые мы делаем, значит. Первое, что мы сделали, это разбили на блоке. Разбили на блоке. Второе, это сделали замену. Замена y в x2m 9 на r, в скобочках изоморфизма, на самом деле. Вот. Утверждается, что теперь все. Теперь мы сделали все необходимое. Теперь у нас есть два многочлена по ику вот в этом вот кольце. Все, с ним можно стереть. Вот. Вот здесь. Значит, что теперь? Ну, здесь уже можно делать дискретное преобразование в Fourier, потому что, ну, как бы, что здесь? Здесь у нас первообразный корень x, все хорошо, да? Да. И вот теперь нам нужно, чтобы r было больше, чем 2m, получается. Больше, чем 4m. Для чего? Ну, чтобы подставлять в многочлен от y вот эти первообразные корни x, x. А, да-да-да-да, чтобы они все разные были. Ну, да-да-да, то есть, чтобы размер многочлена, у нас его размер равен ровно r, да? Чтобы они были разными. Вот. Ну, а с другой стороны, казалось бы, когда мы делаем дискретное преобразование в Fourier, у нас есть умножение, да? А тут у нас элементы кольца, это многочлены, то есть, мы должны умножать на многочлены, что, конечно же, очень плохо. Да, мы вроде умеем как раз с помощью дискретного, это еще добавляет. Нет, а тут как раз-таки нужно вспомнить формулу, я сейчас ее выпишу еще раз, которая у нас была на, ну, на первом шаге. У нас на первом шаге была следующая формула. p от ωn в катый равно p0 от ωn пополам в катый, ну, потому что уже квадрат стоял, плюс ωn в катый на p, ну, плюс-минус, в зависимости от того, k больше или меньше, плюс p1 от ωn пополам в катый, да? Да. Заметим, что в этой формуле единственное, что нам нужно делать, это умножать на ωn в катый, да? Но ωn в катый, это у нас x в степени катый, да, соответственно. А умножать на x в катый по такому модулю мы умеем быстро. Почему? Потому что для этого нужно просто взять коэффициенты многочлена и, ну, превращать, как бы. Ну, потому что тут у нас было 2m-k коэффициентов, тут у нас k коэффициентов. Нам нужно вот эти поставить на первое место и с минусом их взять. Да. Вот и все. То есть это делается за линейное время. То есть если мы оцениваем время работы вот этой штуки, которую мы здесь делаем, то что у нас получается? У нас получается, что у нас были многочленные размеры r, да? То есть у нас было r log r операций вот в этом кольце. Но все эти операции работали за o от m, потому что это только сложение многочленов. Сложение можно по компонентам сложить. И умножение на monom, а на monom тоже можно за линейное. То есть у нас как бы все операции, все суммарно работает за o от m на r на логарифм r. Вот. То есть третье действие, которое мы делаем, это вычисляем дискретное преобразование Fourier p, q. p, ну и, соответственно, q тоже. Угу, угу. Значит... Так, разбили на блоки, заменили. Теперь нам нужно перемножить соответствующие компоненты, да? Вот. То есть у нас получились... Что у нас получилось? У нас получилось дискретное преобразование Fourier от p. Это r блоков по 2m, да? Ну и от q тоже, да? r блоков по 2m. То есть размер каждого 2m суммарных r штук. Теперь их нужно вот так вот перемножить, да? Ну, мы сделаем это рекурсивно. То есть мы запустимся рекурсивно от вот этих блоков. То есть у нас как бы будет такое дело. Вот сначала будет многощины размера n, да? Мы там что-то делали. А потом мы вызовемся рекурсивно от вот этих штук. Типа два размера 2m, 2m и так далее. r и 1. Типа r штук размера 2m. И от них еще такое ветвение будет. В общем, структура ясна, да? Да. Ну и потом разберемся, за сколько это все еще работать будет. Сначала главное понять, что как мы вообще делаем. То есть мы разбили на блоки. Потом сделали замену, чтобы у нас был правильный модуль. Не плюс 1, а минус 1. А плюс 1 нам нужно, чтобы у нас первообразно было. Чтобы там минус 1 возникло как бы. Вот. Потом сделали дискоретное преобразование. Подставили иксы в какой-то степени. А далее мы взяли и перемножили их компонентами, запустившись просто рекурсивно. То есть вот у нас есть функция, которая перемножает 2 многочлена. Мы ее же и вызываем от вот этих штук. Да, да, да. Ну тут, значит, пишем рекурсивно. Ну а в конце что-то очевидное, да? Ну рекурсивно вычисляем по компонентное. Ну теперь нам нужно сделать обратное преобразование. Да. Ну обратное тоже будет работать золото M на R на лог R. Причем хочется заметить, что нам не нужно умножать элементы кольца R друг на друга. Нам нужно только их складывать. И делить на 2, возможно. Вот. То есть умножать. То есть у нас все операции, на самом деле, сложение в кольце R. То есть это достаточно быстро, потому что у нас нет умножений в кольце R здесь. Только сложение. Ну и перекидывание в памяти от того, что мы там что-то вращаем и так далее. Ну когда нам нужно на маном умножить, мы же, получается, вот эту часть кидаем в начало со знаком минус. То есть операция у нас у от M R лог R, причем быстро достаточно. Умножение, сложение, ой, точнее, просто сложение, вычитание и перекидывание в памяти. Вот. Ну то есть 5-е, это мы вычисляем обратное преобразование. Вот. Ну и как можно догадаться, шестое, шестой шаг, это сделать обратную замену. То есть у нас же была замена Y в X2M делить на R Y. Ну теперь нам нужно, соответственно, Y отправить в X в степени 4M минус 2M делить на R Y. Да, там единица появится. Ну потому что вот эти два перемножатся, да, у нас будет единица. Шестое, это обратная замена. Да. Так, и что на задачу мы решали? Вот я пытаюсь сейчас вспомнить. Обратная замена. То есть мы... Мы перенажали два многощена в произвольном кольце R. А, произвольном. Где обратима двойка. Есть двойка обратимая. Мы переходили к вот этим факторам и фигачили там. Да. Да, все, понятно. То есть алгоритм еще раз такой. Разбиваем на блоки. Делаем замену, чтобы у нас правильный модуль получился. Делаем, соответственно, подставляем первообразные корни, которые у нас просто X. Да. Далее рекурсивно перемножаем компоненты, да, то есть... Ну то есть когда у нас было просто обычное, например, над комплексным числом. У нас эти компоненты были комплексные числа, да. Их просто перемножить, ну как два числа перемножить. А тут у нас компоненты это многочлено. Как два пальца об асфальт. Да, а тут компоненты это многочлено. Их нужно перемножать рекурсивно И рекурсивно фигачим Ну понятно, что если там n меньше 32 То мы их за квадрат уже перемножаем Ну или с 64 Я на практике 32, кстати, использую здесь конкретно Потом мы делаем обратную замену А с каким кольцом ты работаешь, когда так делаешь? Вот как говоришь, два обратима Это модули эти самые Нечетные модули, например Или многочлены какие-то тоже Кольцо может быть абсолютно произвольным Да Ну а, ну еще седьмой шаг Это понятно Седьмой шаг, у нас же было y равно x вент У нас вот это разбиение на блоке есть Седьмой это обратно y равно x вент То есть у нас 7 шагов Получилось таких Ну теперь нужно понять, за сколько весь этот монстр Вообще работает Вот как раз и дерево не стер еще Вот Ну давайте посмотрим Вот у нас изначально было два многочленных размера m Это у нас будет вершина Первая Далее у нас было r детей Каждый размера 2m Да Можно заметить, что С каждым уровнем логарифм уменьшается примерно в два раза по определению Потому что мы берем примерно корень Как бы Вот То есть логарифм уменьшается в два раза Ну да М примерно А значит Это значит Не важно М примерно Это пофиг Да Ну там нужно строгое неравенство Чтобы Точнее не строгое неравенство Чтобы Размер Чтобы r было хотя бы 4m Да Ну это вполне себе Не ну понятно То есть у нас каждый раз Логарифм уменьшается в два раза Значит уровней вот таких вот Как бы у нас логарифм, логарифм Лог, 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 понятно Лог, лог А что у нас происходит на каждом уровне? Очень мало уровней Очень мало, да То есть Можно вообще на самом деле было Брать r равное 1 И получить логарифм уровней Ну непонятно зачем Лучше конечно оптимальный сделать Вот И это очень быстро, да? Все работает Теперь осталось на каждом уровне Оценить что происходит Но на каждом уровне У нас в каждой такой вершине Вычисляется какое-то Дискретное преобразование Фурие Которое работает Как мы выяснили За m на r на логарифм Да Ну что равно n на логарифм r Что меньше чем n на логарифм n Угу То есть на каждом уровне Оно работает зло большое От n лог n как бы Да Уровни у нас Лог, лог n То есть у нас итоговая Штука получается n Лог n Лог, лог n Отличная симптотика И еще что стоит заметить Что это все у нас сложение Сложение, да? Это сложений Сложения в r, да В r, которое обычное А умножение у нас О от n Ну потому что умножение У нас случается Только на последнем уровне Когда у нас многочлен Слишком маленьким становится Чтобы дальше Запускаться Джоу Спенсер говорил мне Что лог, лог n Это очень простая функция Это константа Нет, ну лог, лог еще не константа Вот лог, лог, лог Это уже Я не помню, кто это сказал Как говорится Тройной логарифм растет Очень быстро Тройной логарифм Стремится к бесконечности Но никто не видел как Ну тут как бы Ну да, Джоу уже на этом На лог-логе отсекал То есть это невозможно Ну то есть тут как бы С одной стороны у нас есть С одной стороны у нас есть Небольшая надбавка В виде логарифма-логарифма С другой стороны у нас есть Как бы О от n умножения И все остальное Это сложение Ну деление на два Ну он имел ввиду Что любая практика Связанная там Например с биткоинами Или с криптовалютами Тфу С этими Извини, как его С банковскими картами Да Она там ограничивается Какими-нибудь Двухсотзначными Трехсотзначными Ну двухтысячезначными Двухтысячезначными Но если ты двойной логарифм Взяла Десять степени две тысячи Это все равно Двойной логарифм Двух в десятый Это три Да То есть На практике Уровни рекурсий Будет Три штуки На самом деле Потому что Как бы Оно завершается Когда логарифм Райан пяти То есть Если Завершается Когда логарифм Райан пяти То тогда их Три штуки Это буквально константа Это все сложение И умножение у нас столько То есть может показаться, что это проигрывает Обычному способу с комплексными числами Но на самом деле Не очень проигрывает, я на практике это реализовывал Ну можно ссылочку, наверное, оставить Я как-нибудь скину потом Ты умножал многочинно С коэффициентами какого-нибудь Ну нет, я умножал в z по p z Конечно Ну где p 10 в 9 плюс 7 Очень быстро, да? Ну достаточно быстро Я бы не сказал, что это очень сильно уступает Способу с комплексными числами Если вообще так посмотреть, у нас в комплексных числах У нас 4 умножения происходит Ну потому что у нас a плюс b на c плюс d есть Вот можно считать, что это 4 Оно занесено вот сюда Вот такой достаточно Сложный алгоритм, но если Разобраться и написать Выйдет 200 срочек кода примерно на плюсах В принципе Вполне себе можно написать Но я по крайней мере справился Вот Можно поговорить о тонкостях реализации Вот Которые я Молчаливо умолчал Вот А именно о том У нас когда было Когда мы просто делали дискретное преобразование У нас была какая-то рекурсия Там странная Когда мы почетно На камере 5 минут осталось Нормально Когда мы били там почетным Нечетным То есть мы Сначала запускались от всех Ну я для n равно 8 Напишу Да На ресурс То есть мы Ну лучше с нуля Занумеровать их Конечно А потом еще будут Австрактные кольца Или это уже все? Это уже все А Они и есть, да? Австрактные кольца 0, 2, 4, 6 Потом было 1, 3, 5, 7 Потом 0, 4, 2, 6 Здесь 1, 5 5, 3, 7 Ну и дальше Соответственно 0, 4, 2, 6, 1, 5, 3, 7 И вот если заметить закономерность Как упражнение читателю остается Что они идут в порядке Обратные десятичные записи То есть если мы развернем Десятичную запись То 0 записывается как 0, 0, 0 4 записывается как 1, 0, 0 2 записывается как 0, 1, 0 2 записывается как 0, 1, 0 6 записывается как 1, 1, 0 5 записывается как 1, 0, 1 3 записывается как 0, 1, 1 И 7 записывается как 1, 1, 1 Если мы развернем все эти двоичные записи То тут получится 0, 0, 0 Да, да, да Все понятно 0, 1, 0, 1, 0, 1 Да, примерно понятно Поэтому можно сделать такую оптимизацию Ты же по последней цифре вначале разделил, потом по второй. Да, 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 ровно это и было сделано. Поэтому можно сделать следующую оптимизацию. Можно изначально переставить числа вот так вот, то есть чтобы на первом месте был ноль, потом, ну вот, то есть именно в такой записи, в порядке обратной двоичной записи. Тогда что у нас получится? Тогда у нас получится, что у нас все, что все будет идти подряд, то есть у нас как бы сначала будет идти, сначала будет идти первый уровень рекурсии, последний уровень рекурсии, когда нам ничего не нужно делать. Ну, подставить единицу это ничего не сделать. Потом у нас будет идти второй уровень рекурсии, потом третий и так далее, последний. Но все они будут лежать подряд, как бы, то есть. И поэтому что можно сделать? Можешь сказать, вот пусть, например, мы стоим здесь, да, и хотим через вот эти штуки посчитать вот эту. Что тогда нам нужно сделать? Тогда нужно сложить вот это плюс вот это умножить на какой-то коэффициент, вот это плюс вот это умножить на какой-то коэффициент и так далее. То есть у нас все идет подряд, и это просто, на самом деле, буквально превращается в два цикла. Я могу даже выписать, как бы, то есть это просто два прохода, как бы, ну, можно даже выписать. Сначала мы перебираем уровень, да. Уровень у нас, ну, если n равно 2 в степени s, то мы перебираем уровень от 1 до s, да, соответственно. Так, сейчас через минуту кончится запись. Длина у нас равна... Можно перезапустить. Длина у нас равна чему? Длина у нас равна 2 в степени l, да, здесь. Далее мы, соответственно, идем, перебираем старт. Старт у нас 0, l, 2l, ну и так далее, с шагом l. И вот в этих блоках, в третьем цикле, мы просто, как бы, складываем по члену вот эти штуки, как бы. То есть вот это плюс вот это умножить на какой-то коэффициент. То есть, как бы, вот сюда идет вот это плюс вот это, вот сюда идет вот это минус вот это с каким-то коэффициентом там. То есть мы можем перебирать еще, типа, i от 0 до l не включительно. Ну, не включительно, да, можно даже полуинтервал написать. То есть мы смотрим и говорим, что, ну, p, получается, от старт, ну, начало блока. Итак, давайте просто, это буквально два цикла, давайте поймем, как это делать. Ну, мы перебираем уровень, соответственно, он у нас от 1 до s будет, соответственно, где n равно 2 в степени s. Вот у нас есть многочлен p, размеры n. Мы перестали его коэффициенты вот в таком вот порядке. Мы перебираем уровень, и длина у нас, соответственно, равна 2 в степени l на этом уровне. Далее мы перебираем начало, соответственно. Начало у нас, оно от, ну, оно от 0 до n с шагом l идет. Вот, 0, l, 2, l и так далее, n, не включительно. Ну, то есть, вот, например, если l равно 2, то тут начало 0, 4, ну, и 8 уже не является началом. Дальше мы перебираем и, соответственно, от 0 до l пополам не включительно. Сейчас, l, значит... l большое пополам, это длина блока, ну, в смысле. Так, l у тебя это степени двойки, да, которые идут? Да, l большое это 2 в степени l, а l мы перебираем это на 1 ds. Так. Далее мы перебираем длину, перебираем начало, и далее, вот сейчас мы произойдет самое важное, что здесь происходит. Мы, ну, обозначим, допустим, у равно p от старт плюс i плюс l большое делить на 2 умножить на омега в степени омега от l большое и. Вот u и v такие, да, p от старт плюс i, это получается у нас, если мы, например, находимся вот на этом уровне, и нам нужно объединить два вот этих вот, две вот этих штуки. То p от старт плюс i все равно 0 это здесь, p от старт плюс i плюс l полам это вот здесь. Да, вот, и мы вот эти сейчас, соответственно, засунем вот в эту и в эту. Ну, или если мы находились бы на самом верхнем уровне, мы бы вот эту и эту засовывали бы вот сюда и сюда, соответственно. Что нам нужно здесь написать? Нужно написать, что p от старт плюс i равно u плюс v, а p от старт плюс i плюс l пополам. Вот это прям то самое, что называют словом код, да? Да, и он здесь очень простой, то есть тут видно, что у нас сначала for по логарифму, потом по n, типа. Вот у нас n log n и берется. Вот. То есть на самом деле можно безо всякой рекурсии это делать просто вот буквально двумя циклами, которые проходятся по вот этому всему делу. И то есть тут видно, что это даже памяти дополнительной не требует. Мы все на месте сделали. Потому что у нас, ну, смотрите, вот это и вот это, они влияют только на вот этот и вот на этот, соответственно. Ну, да. Поэтому нам не нужно дополнительной памяти, кроме того, чтобы u и v сохранить, соответственно. Ну, чтобы сделать u, v, u плюс v и u минус v, соответственно. Да. То есть это работает очень быстро, прям явно видно, что честный n log n, вот. И на самом деле в том алгоритме, который страшный с кольцами, там тоже так можно делать, абсолютно точно так же. Только тут u и v будут уже многочлены, соответственно. Ну, сложить их, то понятно, можно точно так же. Домножить на омегавельт, это умножение на маном и так далее. Соответственно, вот дискретное произведение фурие в... Дааа. 4, 5, 8 строчек. Ну, на самом деле, там в начале еще нужно их переставить в этом порядке, но это уж как упражнение читателя останется, это действительно просто. Класс. Вот. И заметим, что в конце потом ничего переставлять не надо, то есть как бы мы только в начале перестали в таком порядке и все. В конце уже все окажется в привычном. Ну, и обратное можно делать абсолютно точно так же, мы как бы... Только мы сначала, наверное, делаем вот эту штуку, а потом переставляем уже. То есть как бы как собирали, так и разбирали, только все действия совершаем в обратном порядке. Если мы делаем обратное преобразование, нам нужно, получается, сначала сделать все эти действия, а потом переставиться, соответственно, в таком вот порядке. Вот и все. Супер! Никифор! Спасибо тебе огромное! Спасибо! Да. Равняйтесь на Никифора, смотрите какой школьник. Спасибо, что слушали. Надеюсь, что все было понятно, да, кристально, чисто. Приходи на Фестер, вслед за Мишкой. Там будет такая команда уже вообще. А там уже есть команда. Там уже есть команда и будет усиливаться. Здорово, ну, вот это вот код, да. Я вот программирование не Бельмиса не понимаю, но как я вижу слово for, и вот так вот, когда вот в эту сторону, как у Маяковского, идет поэзия, да, я сразу начинаю понимать, что здесь написана программа какая-то. Ну и тут все вот понятно, как бы, это идеальный итог, как говорится, завершение того, что в этих восьми строчках заключена вот такая вот огромная теория, огромная идея. Да. Поэтому есть, как бы, чудо в том, что, как бы, вот восемь строчек, да, а идея такая вот огромная. Вот она, да. Класс! Всем Маткульт пока! Маткульт пока, да. Субтитры делал DimaTorzok